Привет народ, привет всем! И в этом видео я продолжаю скупать весь стим. Ну вы понимаете, это конечно же прикол, но ничего не могу с собой поделать, абсолютно ничего, то есть реально мне это очень интересно. Во мне прям проснулась какая-то искра непонятная и мне нравится скупать по акциям, по каким-то крутым прикольным предложениям игры, мои любимые игры в стиме. То есть это те игры, которые у меня есть, конечно же, по-моему 95% из этих игр у меня реально все они уже есть в коллекции, на консолях, на так называемых физических носителях. И вот сейчас я просто еще пополняю коллекцию в стим, потому что, повторюсь, я не могу просто пройти мимо, когда я вижу какую-то игру, которая может быть даже относится к какой-то моей любимой или из одной из моих любимых игр, вы понимаете, да, что я хочу вам сказать. Я не могу просто пройти, потому что я прекрасно понимаю, что, опять же повторюсь, любая игра, но она тупо выглядит и идет круче, чем на любой консоли, ребята. То есть давайте вещи все называть своими именами, то есть я, конечно же, как вы знаете, повторюсь в очередной раз, что консоль у меня стоит всегда на первом плане, потому что мне в последнее время пишут такие комментарии, что все, Серега скатился, Серега уже не тот, канал превратился в ПК. Не, ребята, мне просто нравится все вот это дело и канал, он всегда был посвящен одной тематике, это видеоигры. На какой платформе, да, я вам уже на всех платформах показывал видеоигры, и на Sega, и на эмуляторах, и на Xbox, и на PlayStation, ну теперь еще и компьютер у меня есть, можно так сказать, в моем употреблении. То есть это также игровая платформа, то есть, ребятки, как-то так. И вот мне нравится, повторюсь, покупать вот эти вот игры и смотреть на них, просто тупо какой-то спортивный интерес во мне проснулся, и мне вот это вот прям все, ох, я прям горю, прям, знаете, сегодня на работе. Так, думаю, сейчас надо будет отработать, прибежать домой и опять по скидочке понабирать и горок. А и горок я сегодня понабрал, как вы видите, 24 штуки, положил себе в покупную корзину, и сейчас мы опять же по накатанной на них на всех посмотрим. И, кстати, интересно, вы посмотрите, сейчас, кстати, идут скидки на Rockstar Games, но вот прикол, Red Dead Redemption 2, ну что-то меня как-то на него не тянет. Я прекрасно понимаю, что он обалденно будет идти на компьютере, раза в два будет минимум лучше, чем на консолях, хотя здесь небольшая поправка. На консолях Xbox One, X и по обратной совместимости на Xbox Series X, Red Dead Redemption идет там практически в 4К, по-моему, даже нативная. Хотя, может быть, не нативная, но близко-близко к нативному, но, конечно же, 30 фпс. Здесь, я уверен, будет все круче, но вот что-то вот, как-то вот, знаете, прошел я первую часть, и что-то мне не совсем-то Red Dead Redemption-то и понравился, если честно. И вот как-то я не горю прям желанием его взять, даже несмотря на то, может быть, он стоит 2 евро, ну, потом, может быть, как-нибудь. GTA вообще не мое, вот единственное, что бы я хотел, это Max Payne 3, но прикол, ребятки, небольшой-небольшой такой прикол у нас в Германии, а так как я на немецком Steam, как вы знаете. Здесь есть, конечно же, интернациональные версии и все такое, но вот что касается в данный момент Max Payne 3, у нас продается только немецкая версия. Та самая с 2000 какого-то года, когда игра вышла еще на консоли PlayStation 3 и Xbox 360, потом она вышла на ПК, и, конечно же, в чем прикол, а в том, что она падла зацензированная, то есть там нету расчлененки, там нету крови, там нету вот этой Bullet, или, да, по-моему, называется Bullet Cam, и мне тупо просто неохота ее брать. Так, на консолях, конечно же, у меня физический носитель для Xbox 360, европеечка, то есть тоже с немецким языком, но купленная где-то то ли в Швейцарии, то ли в Австрии, я не помню, где я ее покупал, то есть она полностью uncut, но с немецким языком в Steam, я не знаю, может быть, можно как-то патч накатить, то есть купить Max Payne 3 и накатить патч, может быть, как-то еще по-другому. И здесь вот именно на данный момент, из-за чего я вообще люблю делать такого рода видео, потому что я могу напрямую к вам обратиться, товарищи ПК Бояре, вы никто не знаете, если я, например, куплю Max Payne 3 сейчас, он у нас по скидке за 2, по-моему, или за 6 евро максимально, да, если я его сейчас куплю, у меня будет какая-нибудь возможность сделать вот эту Steam-овскую версию uncut, то есть сделать ее пусть на английском она будет, пусть она будет на русском, то есть субтитры мне по барабану, пусть даже там немецкого не будет, Но можно ли как-то сделать Max Payne 3 uncut? Вот мне это очень интересно. И вот именно вот эта вот болезнь тех старых игр с PlayStation 3 и Xbox 360, некоторых игр, повторюсь, не всех, конечно же, вот эта вот болезнь так и перекочевала в Steam, то есть вот эти старые игры у нас доступны только в цензированном варианте. И вот у меня как бы связаны, ребятки, руки, я не могу его купить, а так я бы его хотел, потому что это, как вы понимаете, это вам не просто Xbox 360 диск по обратной совместимости на Xbox One X или Series X. Здесь, я уверен, и 4К, и 60 кадров, все как надо. На консолях, конечно же, 720p и 30 кадров. Как-то так. Так что, ребята, конечно же, конечно же, у нас будет другого рода видео, но просто сейчас повторюсь опять, давайте затронем немножко вот эту тему Steam, а мне просто это тупо очень интересно, потому что для меня это в диковину покупать кучу игр за маленькие деньги. То есть, как вы знаете, всю жизнь я покупаю игры на консолях, вот они выходят, и здесь-то тоже они, да, когда выходят игры, они дорого стоят, но так как мне сейчас важны в первую очередь старые игры с поколения, там, Xbox One, там, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3, то их сейчас дают по скидке за просто обалденную стоимость. Я просто, я был бы не Серега Игорь 2009, если бы я бы просто здесь бы прошел сломя голову. Нет, я прошелся, понабирал опять себе Егорок, и я думаю, уж лучше пусть такое видео будет на канале, чем вообще никакого. Я бы мог сейчас втихушку это все сделать, но, ребята, мне это очень приносит офигенный такой, я даже не знаю, как назвать, азарт, или как это еще выразиться, я без понятия. Ну, в любом случае, вы понимаете, да, что я хочу этим сказать. Кстати, стрей, может быть, также надо будет обязательно его прикупить для компьютера, но 27 евро это немного дороговато, и здесь, судя по всему, никакой скидки на него еще пока нету. И для вашего же опять понимания, все, практически все, что я покупаю и покупал до этого на Steam или для Steam, 95,5% у меня всех этих игр есть на консолях, на дисках, то есть на физических носителях, потому что мне все пишут, Серега перешел в цифру. Серега перейдет в цифру в тот момент, как только у нас перестанут быть физические носители. И вот на компьютере, ну, нет физических носителей, а некоторые игры, конечно же, есть, как, например, Velvet Assassin я на eBay видел за 7 евро, но что я буду делать с этим диском, когда у меня и даже привода нету, я понимаю, его можно подключить внешним, но оно мне сейчас на данный момент нафиг не надо с диска устанавливать игры, ПК, потом скачивать какие-то патчи, зачем, если можно на Steam один раз нажать на кнопку купить или играть, и все, и вот она у тебя игра уже со всеми патчами и со всеми приколюхами. Если тебе что-то не нравится, ты можешь подкрутить геймпад и все. И я думаю, я прекрасно понимаю, почему Steam завоевал весь мир на ПК. Я прекрасно это понимаю, потому что, народ, это тупо удобно. Такой удобности я, опять же, как говорится, давайте все вещи называть своими именами. Вот такой удобности я не видел ни на одной из консолей, ни на PlayStation 5, ни на 4, ни на 3, тем более, ни на Series X, One X или даже 360, тем более. Такого удобства, как на Steam, я вообще нигде не видел. Это просто приятно. Покупать игры за маленькие деньги и одним, я не знаю, одним клацанием на иконку игры запускать ее. То есть, да, цифра холодно, бездушно и все такое, но, ребята, какое же это падло удобство. Я прекрасно понимаю, почему вся не игровая индустрия, а киноиндустрия, музыкальная индустрия, все сошлось в Netflix, в Disney+, в Paramount+, Amazon Prime, что касается музыки, например, Spotify, опять же, Amazon Prime и вот это все. Насчет игр, это, конечно же, Game Pass, PS Plus, PS Now, вот это все. Я прекрасно понимаю, куда дует ветер и почему, потому что, народ, в наше время это тупо удобно. И с этим ты реально, я даже не знаю, встречишься лицом к лицу, когда ты один раз попробуешь. И, как вы знаете, я пробую цифру уже много-много лет. На PlayStation 5 я покупал игры в цифре, которых не было на дисках. Я покупал на Series X. То есть, к чему вообще весь вот этот монолог? Потому что, ребятки, в последнее время мне очень много приходит комментариев, Серега перешел в цифру. Ребята, поверьте мне, друзья вы мои, рано или поздно мы все там будем. Как бы это сейчас грубо и смешно не звучало. Через пару лет мы все там будем. И в наших же интересах уже понемножку знакомиться с цифрой, чтобы потом, знаете, не... Я даже не знаю, не встретиться с ней с лицом к лицу, как говорится, как снег на голову. Слава богу, в моем, опять же повторюсь, в моей практике я уже знаю, что такое цифра, не понаслышке. Я много покупал игр для Xbox, которых нет на дисках ни на PlayStation, ни на Xbox. Я покупал их на цифре или в цифре, которых на дисках не было. И я тот человек, что я ни в коем случае не отвернусь от игры только из-за одного факта, что ее нет на диске. Никогда в жизни. Ребята, если игры нету на диске, а как вы знаете, большинство, не большинство, а все крупные релизы сейчас почему-то выходят без дисков. Как, например, тот же самый Alan Wake, как, например, скоро через пару дней выйдет ремастер Tomb Raider, например, вы помните, да, трилогия. Кстати, будет также на канале посвятим очень много времени знакомству с Tomb Raider трилогией на консоли Xbox Series X, потому что, ребята, это должно быть на моем канале. То есть, вы понимаете, очень много игр выходит не на дисках, а в цифре. И что же мне просто сидеть и как-то, я не знаю, как-то что-то думать. Нет, ребята, я, конечно, возьму в цифру и повторюсь в очередной раз. Все, что я беру, у меня все это уже практически есть на дисках. И мне также много писали на этих видосах, зачем ты столько много покупаешь, если ты ничего не играешь. Ребята, опять же, все, что я покупаю, это поколение практически Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One. 90% этих игр у меня уже все пройдены в то время на консолях, когда я еще жил такой нормальной жизнью, как обыкновенный школьник. Приходишь со школы, и у тебя весь день свободный. Потом в следующий день пошел в школу, там, может быть, два урока посидел, последний прогулял, пришел домой и сиди играй. То есть, вы понимаете, тогда у меня было время. Сейчас я бы с удовольствием посвятил бы всю мою жизнь прохождению видеоиграм на первый, на второй, на третий раз. Но я не могу себе это позволить, потому что у меня тупо нет времени свободного. Мы все с вами взрослые люди. И лучше пусть я буду эти игры иметь у себя в коллекции и ни о чем не думать. Чем мало ли, чем бог не шутит, когда-нибудь хлоп, вырежут или удалят с цифры, как, например, это произошло с игрой Spec Ops The Line. И все, и потом будешь сидеть и думать, е-мое, почему я ее не взял. Потому что, ребята, скажу честно, за игры в таком качестве, за 2-3 евро, это мне абсолютно не жалко эти, я не знаю, злосчастные 3-4. Или в случае Red Dead Redemption 2 20 евро мне даже было бы не жалко, чтобы заиметь ту или иную игру у себя в коллекции и уж точно знать, что все, она у меня. И пусть ее даже вырезают, или неправильно выражаюсь, а удаляют из цифры со стима, она у меня все равно будет в списке моей библиотеки. И я в любой момент смогу нажать на иконку игры и поиграть в нее. Или скачать заново, вы понимаете, да? Так что, ребята, тут как-то так. Я прекрасно понимаю, почему очень много негатива на моих вот этих видосах, потому что я прекрасно понимаю, я консольщик, у меня все видео были посвящены консолями. И оно так и будет. Ребята, сейчас скоро наберется немножечко, там штук 15-20 дисочков, и мы опять же сделаем закупчик все как надо. То есть, ребята, вы понимаете, повторюсь, в очередной раз. И, во-первых, дисков не так много. Во-вторых, у меня сейчас немножко приоритет, немножко, скажу честно, сместился. Я не знаю, насколько надолго, может на всю жизнь, может на время. Но на данный момент мне очень интересно, повторюсь, вот эта вся игровая ПК-тематика. Так что, ребята, вот такое вот было предисловие. Такое интро должно было быть, потому что мне нужно было все точки над И расставить, мне нужно было всем все объяснить. И, как я уже и сказал ранее, ребята, лучше пусть такое видео будет на канале, чем вообще будет затишье, правильно? Не интересно ни вам, ни мне. Я бы мог сейчас втихушку это все купить и сидеть там проходить. Но зачем? Зачем? Ребята, я люблю делиться моими эмоциями с вами. И надеюсь, вам это также интересно смотреть. Итак, как и в прошлый раз, сейчас я вам сразу же, сразу же, сразу же покажу, какие игры у меня лежат в моем, хочу все сказать, коробе. Что за, откуда я этот взял короб? Без понятия. В моей корзине. Вы сразу на них посмотрите и уже будете знать, смотреть вам видео дальше или нет. Итак, вот такие вот игрушки у меня в корзинке. Вот так вот, по-быстренькому, как вы видите. Ни одну игру не покупаю за полную стоимость. Все по каким-то скидкам, скидкам, скидкам. И теперь, если вам интересно, то оставайтесь мы на этом видосе. Как говорится, не переключайтесь, как это сейчас модно говорить на ютубах, на всяких. Мы сейчас пройдемся по каждой из этих игр и поговорим, может быть, я скажу какие-то пару слов о том, что я думаю об этой или иной игре. За все, да, мне опять придется отдать 14 тысяч рублей. И это по скидкам, ребята. И за 25 евро 140, ой, за 25 игр, ну окей, за 24, 140 евро это ничтожно мало. Потому что я, когда беру игры для консолей, то у меня две игры, две я покупаю на диске, новинки, конечно. У меня уже 140 евро. И когда я делаю закупы, где 20, 15 игр, вы прекрасно понимаете, во сколько мне обходятся мои закупы. А здесь просто долбаная куча крутых, наикрутейших игр, по моему мнению, за вот такое вот... Ребята, Steam, Steam, падла. Я надеюсь, есть таблетки от Steam, а? Потому что, мне кажется, у меня уже происходит эскаляция. Итак, ребятки, давайте будем начинать. Не смог, просто-напросто не смог пройти мимо игры, которая называется Murder Soul Suspect, по-моему, да. Это игрушенца, с которой я познакомился на PlayStation 4. Я даже не познакомился, я ее полностью прошел. И что самое интересное, в этой игре практически нам ничего не надо делать. Я не знаю, почему сейчас заставка тормозила. Нет, это не заставка тормозила, это так надо. Потому что в прошлом видео у меня практически весь видос тормозил, это благодаря ОБС. Все, я теперь напрочь отказался пользоваться ОБС, пользуюсь только моей картой захвата. Так что, надеюсь, в этот раз все будет хорошо. Потому что ОБС это такая тема, что... Короче, это не должно быть вам интересно. Так вот, про игру, ребята. Я ее прошел, и, по-моему, сразу же на платину. В игрухе нам, в принципе, ничего не надо делать, как нужно разузнать, кто нас убил. Да, это слышится как-то непонятно для тех людей, кто не знаком с игрой. Но мы в роли детектива приходим на какое-то, я даже не знаю, преступление. Или на какое-то место преступления, без понятия. Нас убивают. И так получилось, что наша душа как-то вылетела из нас. И теперь мы ходим в роли вот этой нашей души. И наша задача разгадать, кто нас убил. То есть, вы понимаете, найти убийцу. И так, с одной стороны, это слышится прикольно. Но, с другой стороны, для людей, кто, в принципе, не любит такие монотонные, медленные, где много нужно слушать игры, то вам, в принципе, здесь делать нечего. Мне понравилась атмосфера. То есть, игруха в таких сделанных тонах, я даже не знаю, как... Чем-то напоминает первого вора Тифа. Помните? На Xbox Original еще был. То есть, можно поиграть, но для нормального игрока, повторюсь, здесь делать нечего. Вам станет очень-очень скучно уже сразу на первых двух минутах. Потому что здесь нету боев как таковых. Здесь нужно просто от пару монстров или, точнее сказать, привидений сбегать или прятаться как-то вот это все. То есть, это не экшен ни в коем случае. Но мне, ребята, знаете, как говорится, скажу честно, игрушка не совсем уж так и понравилась. То есть, я ее прошел и все на один раз. И не могу сказать, что я хочу ее еще раз когда-нибудь пройти. Но, когда я вижу вот эту цену, смотрите, за 2 евро, ребята, повторюсь еще раз. Это один раз мне на работе попить кофе. Здесь, то есть, понимаете, да, попить кофе и выгнуть эту бумажную, я даже не знаю, стаканчик нафиг куда-нибудь в мусорку. Здесь за 2 евро игра, которая у меня останется, дай бог, конечно же, останется на всю жизнь в Стиме. Вот сколько у меня будет Стим, столько у меня будет эта игра за 2 евро. И пусть ее, повторюсь, удаляют из Стима, пусть с ней делают, что хотят. Она у меня в коллекции. Так что обязательно, обязательно буду ее также брать. Никому не советую, ребята, ни в коем случае, потому что эта игра очень-очень на любителя. Следующая игрушенца, ребят, скажу честно, вы знаете, вот она меня прям манит, как не знаю что. Вот манит и манит и манит. Первый раз я ее увидел на физическом носителе для Nintendo Switch. И вот здесь опять хочу выразить мое такое, не то что негодование, нет, а мое удивление. Сколько, падла, выходит физических носителей, то есть картриджей для Nintendo Switch. То есть там такие игры выходят, которые кругом в цифре. То есть на PlayStation, я не знаю, есть эта игра на PlayStation и на Xbox, по-моему, есть. По-моему, они у меня в виш-листе. И она везде, везде в цифровой версии. На Nintendo Switch, да пожалуйста, бери картридж, все, вот у тебя картридж, физический носитель, не привязанный к аккаунту всю жизнь с тобой. И вот что мне нравится, единственный на моем, вот на мой вкус, как говорится, по моему мнению, единственный плюс у Switch'а, это изобилие игр на физических носителях. Остальное все одни минусы, это именно в моем случае. То есть мне не нравится перформанс, мне не нравится разрешение, мне не нравится handheld модус, мне не нравится вот этот, как сказать, вот это вот, как она называется, когда две вещи в одном сплетении сплетены, как оно, не гиперактивное, а как оно, ну, гибридное, вот эта гибридность. И вообще, мне не нравится по всем фронтам Nintendo Switch. Но что, падла, у него не отнять, это у него практически все выходит на картриджах. И если вы тот человек, кто собирает картриджи, то реально, мне кажется, самая большая или самую большую коллекцию можно собрать именно на Nintendo Switch. Ни PlayStation 5, ни Xbox Series X, тем более вообще даже рядом не валялись, они просто стоят и курят в сторонке. Так вот, эту игру я первый раз увидел на Амазоне для Nintendo Switch на картриджи. И я прифигел, мне нравится все вот это. То есть, мне нравится посыл в игре, мне нравится облик, визуал вот этот. И проблема, ее долго-долго не было в цифре ни одной из консолей. Но потом она появилась для Xbox Series X и на PlayStation 5, я уверен, так же. Но за большие деньги, по-моему, 30 евро. Ребятки, здесь вот она, та же самая цифра, но только вы посмотрите, за какие-то 5 евро. Ребята, это две, два раза кофе попить, прикиньте, на работе. За 5 евро, да еще, я уверен, здесь будет визуал просто, мама, не горюй. Тут так же, как я уже, знаете, я привык, реально, я уже такой блатной стал. Как только я запускаю игру, я сразу захожу в опции, ставлю разрешение 3840 на 2160. Вертикальную синхронизацию, если она, конечно, еще есть, она практически есть кругом. Залачиваю кадры. Так, она какие кадры мне залочить? На 30, на 60, а может быть на 120, а может быть на 240, если позволяет телевизор. А, нет, давайте на 60. И я думаю, блин, таких привилегий, ребята, я на консоли не видел. Это просто, это для меня еще в диковину. И вот из-за этого я думаю, не, 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 игруха, Зио в Солитюд, давай ко мне. Мы в роли вот этой вот небольшой, а может быть даже и большой девахи, плаваем по каким-то непонятным мирам. Что так вокруг происходит? Ребята, скажу честно, я вообще, я сыгрой на вы. И вот именно из-за этого я хочу с ней ознакомиться. Так что пусть, пусть, пусть будет у меня, конечно же, в коллекции всего за 5 евро. Это прям как сам Бог велел. Следующее. Black Mesa. Большое-пребольшое спасибо всем тем, кто мне ее советовал. То есть я прекрасно знаю, что это за игра. Это, можно так сказать, фэновский мод или даже не ремастер, а ремейк игры Half-Life 1. Я уже два раза, нет, не вру, 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 один раз полностью посмотрел прохождение. Я не помню где, абсолютно, но это было давно. И я когда смотрел прохождение, на тот момент не было последнего уровня. То есть вот этого, помните, где на другой планете все в зеленом цвете, таком непонятном. И вот игра только доходила до туда, и все, и прекращалось. То есть, и мне все понравилось. Я прифигел, как на данный момент фэны могут сделать из игры абсолютно что-то невероятное. Здесь обалденный визуал, здесь отчетливо узнаваемые интерьеры именно с Half-Life, а с первой. То есть это не какая-то отсебятина. Нет, здесь реально все настолько в высшем уровне сделано. И на Steam, мне кажется, я не знаю, то есть мне так кажется, это самая высоко оцененная игра. Здесь около, да кого не около, более сотни тысяч позитивных ревью. То есть люди кипятком писают. И мне, спасибо вам большое, друзья, что вы мне про нее вообще напомнили. Она у меня в виш-листе была. И сейчас на нее дают скидку. Почему бы, собственно, и нет? Сейчас игра полностью доступна за какие-то, я не знаю, там какие-то пару евро. И она уже полностью вся целая. То есть здесь присутствует как первая, можно так сказать, половина, так и последняя половина. Вот на этом вот, я даже не знаю, вот на этой планете, которая называлась. Как она называлась? Как-то на X? Ксенос или как-то, по-моему, Ксенос, да? Так что я с удовольствием хочу поиграть. И самое, что мне понравилось, ребята, здесь, судя по всему, по описанию стима, здесь поддерживается официально геймпад. А для меня, как вы знаете, это самое-самое-самое важное, чтобы игра поддерживала геймпад. И даже Half-Life Первый поддерживает геймпад. И это тем более. Так что я так подумал-подумал, не, дружище, не, вот тебя-то я обязательно хочу себе не просто в коллекцию, не просто, знаете, чтобы она там лежала, как говорится, и всё. В этой, как её принято назвать, холодной цифровой коллекции. Нет, я хочу тупо её пройти. Я прекрасно знаю, игра проходится часов за 7, за 8. С геймпадом, мне кажется, это будет вообще, это будет офигенный экспириенс. Это, можно так сказать, это эксклюзив ПК, потому что на консолях этого ничего нету. На консолях можно, конечно же, поиграть, да не то, что поиграть, а пройти Half-Life Первый, например, по эмулятору, Duck Station, например, на Series X. Или каким-то образом, может быть, на PlayStation 2 можно поиграть, или PlayStation 2 диск можно поиграть на PlayStation 3 на первых моделях, вы помните, которая поддерживала обратную совместимость. И всё. А вот это, нет, это, можно так сказать, это не консольный, это ПК-эксклюзив. Так что, ребята, я прям захотел, захотел, захотел. Вот, видите, 101 тысяча позитивных, и не просто позитивных, а здесь написано по-немецки OISOS POSITIV. То есть, это более чем позитивные комментарии, то есть, люди вообще в шоке. Ребята, за 3 евро, да, вообще, просто как сам Бог велел. Так что, беру, и вот что мне понравилось, поддерживает Xbox Controller. Класс, класс, класс. Black Mass, пусть будет. Следующая. Игруха, с которой я впервые встретился на Steam'е. Из-за того, что когда я лазил, повторюсь, и лазил-лазил-лазил по Steam'у, и просто смотрел на игры со скидками. И наткнулся вот на это чудо. Это для меня чудо. На самом деле, комментарии, или, как сказать вам, рецензии, очень непонятные. Одни пишут, о, прикольная игра, другие пишут, начало прикольная, потом всё затягивается, становится непонятно. Третьи говорят, бэктрекинг. И, ребята, я прекрасно знаю и отдаю себе отчёт, что это за игра. То есть, я с такими играми наслышан, или, как сказать, знаком мне по наслышке. Вы прекрасно по моему каналу знаете, что я играю не только в ААА, хотя в последнее время вообще, если честно, кладел руку на сердце. Это ААА-блокбастеры вообще мимо меня, они мне нафиг не нужны. А вот мне нравятся АА-проекты, индюшатинка прикольная. И вот, мне кажется, это инди-проект, который пытается быть чем-то непонятным. Тут немножко намешано Silent Hill, здесь немножко намешано Shadow of Memory. Если вообще кто-то из вас знает, такую игру Shadow of Memory была на консоли Xbox Original и PlayStation 2. Не знаю, была она на компьютере или нет, но очень прикольная тема, такая атмосферная. И вот здесь вот мы каким-то образом бегаем вот этим вот мужиком по какой-то больнице. И вот сколько бы я на ютубе не находил трейлеров, кругом больница, больница, больница. Я не знаю, есть здесь еще другие локации или нету, но что люди пишут, здесь очень прикольная атмосфера. Очень прикольное музыкальное сопровождение. Я думаю, ребята, да бог с ним. Просто во мне, когда я вижу вот это, во мне просыпается тупо, повторюсь, спортивный интерес. Мне очень интересно посмотреть, что товарищи инди-разработчики сделали на этот раз. Если мне игра не понравится, да она просто-напросто будет удалена. Знаете, как это принято? Мне игра не понравилась, я удалил и все, и забыл. Так и тут. Ну не понравилось, все, удалю. Ну, ребята, ну просто, ну 3,70, то есть 3,70 евро, это полторы чашечки кофе. Да почему, собственно, и нет? За 8 можно взять еще и саундтрейк. И чем, как говорится, черт не шутит, может быть, это станет одной из моих любимейших игр. Потому что я люблю волкинг или волкинг-симуляторы, так называемые, то есть симуляторы ходьбы. Где ты должен просто идти, и происходят какие-то эвенты. И ты просто как обыкновенный наблюдатель со стороны являешься. То есть игрок это наблюдатель со стороны. От тебя не нужно никаких интерактивной какой-то штуки. То есть ты не должен на какие-то кнопки нажимать, еще что-то. Нет, ты просто должен ходить, и вокруг тебя что-то происходит. И скажу честно, ребята, мне очень интересны такие игры. Я их уже много прошел на Xbox. И это, можно так сказать, игры на 4 часа, где ты просто проходишь, и она тебя не задалбливает. Тебе не нужно каждый день сюда возвращаться, как на работу, чтобы очистить очередной пресловутый вопросик на твоей здоровой-здоровой карте. Просто ходишь туда как на каторгу, знаете, чтобы выбить там все ачивки 100%. Нет, здесь просто проходишь игру, забываешь ее. А может быть проходишь, и она становится одной из твоих любимейших. Так что, ребята, здесь, как говорится, все открыто. Может оказаться ерундой, может оказаться чем-то прикольным. Но, судя по всему, 200 человеков дали очень-очень хорошую рецензию на эту игру. Пусть, пусть. Ознакомлюсь, ребятки. Следующее. Вы сейчас будете смеяться, наверное. Да, 100% неподготовленный из вас будет смеяться. Серега, ты что, совсем что ли спятил? Ребята, это одна из любимейших моих игр на консоли Xbox 360. Такой графике Xbox 360 не снилось вообще никогда. Я ее прошел с удовольствием. Она также есть еще и на PlayStation 3. То есть, это офигенный. Это реально, ребята, это я вам говорю, честно. Это офигенный экшен-платформер, я даже не знаю, по одноименному фильму, который назывался, по-моему, Миссия Дарвина. Здесь это вообще мы в роли вот этого вот крысохвоста непонятного, я даже не знаю, как назвать, мышь, не мышь или хомяк. Мы просто бегаем и с крутыми гаджетами в стиле Джеймс Бонда просто расправляемся с недоброжелателями. Реально классная тема, народ. Так что я подумал-подумал, думал, опа, знаете, еще в чем прикол? А в том, что это Дисней, и здесь, как вы знаете, лицензии. Очень-очень много лицензий. И может такое быть, что сейчас это последний раз, когда нам эту игру дают по скидке. И потом только вообще никак, как говорится. Точно такая же ситуация может произойдет, как Spec Ops The Line. Помните, просто удалят из Стима и все. Потом только ключи ищи, а когда игра удаляется, эти ключи стимовские сразу же, сразу же моментом поднимаются в 2 раза, в 3 раза в цене. То есть потом вот бегай и ищи. Я думаю, пусть. Ничего страшного, опять же, пусть. Я с удовольствием ее запущу. Может быть, даже видео вам покажу ее, как, что. Потому что я уверен, здесь будет тема. Она на боксе-то выглядит офигенно. Ну, конечно, 30 фпс здесь. Я почему-то уверен, что меня будут ждать 60 фпс и нативная 4К-картинка. И вот вам, пожалуйста, как вам сказать, рецензии всем людям нравятся. Ребятки, за, ну, немножко дороговато, скажу честно, потому что Стим меня разбаловал, честно. И вот здесь вот 4-5 евро, 75%, это немножко дороговато, но я хочу все-таки, знаете, как говорится, рискнуть. И взять эту игруху, которая называется GeForce, себе в коллекцию. Потому что, ну, одна из любимых. Да, одна из любимых. Я тогда был молод, так что вы понимаете, о чем я хочу вам сказать. Следующий, это, конечно же, Ведьмак 3. Третий, как она называется? Дикая охота Complete Edition. Тут есть, как у меня вообще лежал, начну с того, что у меня лежал в моей виш-листе, лежала обыкновенная версия, за 7 евро ее можно взять. Но я потом подумал, что стоп-стоп-стоп, а для консоли же у меня сейчас в коллекции, помните, я в закупе было, я покупал диск как для PlayStation 5, так и для Xbox Series X, и она была Complete Edition, туда входило все подряд. Я думаю, нет, я тогда немножечко еще переплочу на всякий случай, и не стал брать за 7 евро, а думаю, возьму за 12.50, но за то уже полностью комплит издания возьму. И вот оно оно. Это, ну, здесь я не знаю, но он вообще не нуждается в представлении, вот этот вот, Ведьмак 3, правильно? Единственное, что хочу отметить, что на консоли PlayStation 5, что на Xbox Series X, просто... Офигенная картинка просто, ребята, это одна из... То есть это не лучше, но одна из тех игр, которая показывает тебе, на что способны наши консоли. И там есть как 30 FPS, так и 60 FPS. И что самый прикол, такая, знаете, такое парадоксальное явление на консолях, это, можно сказать, я с таким встречаюсь впервые, когда мы играем в 60 кадров, то есть в перформансе, картинка, разрешение намного лучше становится, чем мы играем в качестве. Понимаете? То есть там 30 FPS и намного убогее картинка, так что здесь, я, ребята, я не знаю, если вы игрок PlayStation 5 или Series X и хотите поиграть Ведьмака именно на консолях, вперед из песни, как говорится, ребятки, и она офигенно идет. И 60 кадров, и хорошая картинка. И скажу честно, мне даже страшно немножечко запускать эту игру на компьютере, потому что я привык уже к тому, что, что бы я не видел на консолях, какая бы крутая, наикрутейшая просто игра ни была, я имею в виду с визуальной точки зрения, с разрешения, все равно ПК включаешь, и у меня просто челюсть отваливается. И вот, честно, ребят, у меня даже немножко подрагивают руки включать эту игру на моем компьютере, потому что мне кажется, здесь мне игра даст нативное 4К на выбор, какие-нибудь рейтрейсинги, если они тут есть, а они, по-моему, здесь есть, если мне не изменяет память, и 60 кадров стабильные. Мне кажется, с этой картинкой ничто не поспорит. И я бы с удовольствием также еще и показал бы вам, да и сам бы посмотрел Ведьмак 2. Он у меня есть в коллекции, но... А-а! Вот, как говорится, вот это вот минусы ПК гейминга. У меня чересчур мощный процессор для этой игры, она у меня просто вторая часть не запускается. Так что хочу еще с удовольствием себе в коллекцию первую часть взять и ознакомиться с ней. Первую часть я смотрел где-то часов, наверное, ну, 20-30 летсплей прохождения в то время, где-то лет 10, наверное, назад, и мне все понравилось. И вот, к сожалению, почему-то мне непонятно, почему бы не сделали бы поляки, вот, LCD Project Red, первую часть в каком-нибудь Enhanced или Definitive Edition для консолей. Вот прикиньте, первую часть Ведьмака на консольке, да почему бы нет? Там есть вторая часть, ну, что касается Xbox'а, там есть третья часть, что касается и PlayStation'а, и Xbox'а. Сделали бы первую еще часть, как было бы офигенно, да еще и с ней в доконку бы вторую часть бы хлопнули бы, и на плойку бы, и на Xbox выпустили бы трилогию офигенную на двух, там, на трех дисках, ну, как было бы офигенно. Я думаю, покупатели бы реально или игроки оценили, но нет, они что-то тормозят. Первая часть, она же хоть и не такая прям крутая, как и вторая, и тем более третья, она там, как говорится, она немножечко нишевый продукт, но все равно это же классика, мне кажется, спрос был бы, но они что-то тормозят. Так что, Ведьмак третий, пусть будет у меня в коллекции, я не могу вам показать трейлеры, потому что это Complete Edition, а трейлеры и картинки только были на обыкновенном Ведьмаке, но я вас умоляю, кто из вас не знает про этого пресловутого Ведьмака, правильно? Так что, немножко дороговато, скажу честно, за 13 почти евро, но так стоит 50, возьму. Пусть, как говорится, будет, обязательно хочу минимум один раз запустить и удивиться. Ребята, следующее, вы не поверите. Это игруха, которая называется... Которая называется... Которая называется... А я даже не знаю, Zombie Girl, по-моему, да? Здесь нигде не написано. Вы будете сейчас смеяться. Опа, Серега на трэш перешел. Нет, ребятки, если вы посмотрите мои видосы, я с трэшем живу уже давно. Мне нравился трэш на PlayStation 1, мне нравился трэш на PlayStation 2, на 360-ом боксе, на сериесе. Я тот человек, который... Я испробую трэш, если он мне приглядывается. И вот этот трэш, он мне приглянулся, знаете, чем? А вот этим. Вот что вы видите сейчас на ваших экранах. То есть, вы посмотрите. Мне реально это напоминает, знаете, немножко смесь The Last of Us чем-то, да? И Division первой части, а может быть даже и второй. То есть, вот мы бегаем, стреляем, отстреливаем зомбарей и все. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это обыкновенный фэн-продукт, инди-продукт одного человека, который его... Я даже не знаю, сколько он над ним сидел. Сначала он выпустил первый уровень, потом второй, потом третий. Сейчас игра полная, тут где-то пять или четыре уровней. Первый уровень улица, второй уровень вот этот госпиталь какой-то. И все. И люди пишут, что очень сложно, очень непонятно. Ребята, мне тупо интересно на это посмотреть. Я не говорю, что я буду с удовольствием проходить. Я такое не могу сейчас сказать, потому что я не знаю, как игра чувствуется. А вот именно по этим геймплеям всем никогда мы не прочувствуем, как игра работает. Как когда ты берешь джойстики, геймпад или мышку и клавиатуру в руки и бегаешь и чувствуешь. И вот из-за этого я всегда придерживаюсь такого понятия, что если я ничего об игре не знаю, мне по барабану кто что о ней пишет. Если она мне каким-то образом приглянулась, я хочу ее запустить на моих консолях, пусть это будут или ПК, и сам хочу ознакомиться с той или иной игрухой. И вот это мне реально нравится. Здесь вообще, вы посмотрите, плюс еще к The Last of Us, одни из нас первой части, Division, еще при... плюс совалась, мне кажется, Resident Evil какая-то из частей. Плюс еще игра Fuse. Вы помните, да? Консольный, по-моему, эксклюзив был для PlayStation 3, 360-го бокса, от Insomniac, по-моему, Games. Или я что-то опять путаю. Ну, в принципе, вы знаете, да? И вот мне что-то приглянулось. Здесь есть как комментарии очень-очень убогая игра, так и есть комментарии о вполне ничего за свои 3 или 6 евро. И вот сейчас вот игруха в скидке. Да почему бы, собственно, и нет, народ? Почему бы, собственно, и нет? Так что очень мне интересно, что да как. Хм, прикольно. Прикольно-прикольно-прикольно. Буду смотреть. Zombie Girl. Ребята, я повторюсь, без понятия вообще. О, ничего себе. А, ну это как всегда, да, это как всегда. Если у нас женский персонаж, то, конечно же, нужно показать вот такие вот скрины. Это 100%, когда игру проходите, там открывается вот это все. Потому что вы прекрасно японцев знаете. И нет, скажу честно, вы меня прекрасно знаете. Я открытый человек. Если я беру игры из-за этого, я вам прям так и говорю. А вот насчет этого я даже и не знал, что здесь такое есть. Серьезно. Вот честно. А здесь мне просто, в первую очередь, охота побегать вот по этим вот локациям. Вот видите, там госпиталь, здесь какой-то то ли подземелье, то ли что. И вот видите, Аузгеклихен. То есть есть как люди, которые написали, что это туфтень полная, а есть люди, которые написали вполне ничего. И вот за 4 евро, ну, ребята, опять же повторюсь, две чашечки кофе. Просто попробую. Просто тупо попробую. Что это такое? Следующее. Это игруха, которая называется Sphinx and the Cursed Mummy. То есть, Свинкс и проклятая мумия. И эта игруха была на PlayStation 2 и Xbox Original. И самое интересное, что этот диск с Xbox Original с позапрошлого поколения. Вы можете этот диск взять, вставить в актуальную консоль актуального поколения Xbox Series X от Microsoft и он пойдет. То есть, конечно, вам игра скажет, что ага, скачай обновление, ты скачиваешь обновление и у тебя эта игруха идет в 4К. И я не помню размер экрана, по-моему, 4 на 3 на этой игре, но в просто офигеннейшем качестве и не помню, к сожалению, насчет FPS. И вот здесь мне просто, опять же, охота глянуть, как игруха будет выглядеть здесь. То есть, я уверен, здесь будет 16 на 9, здесь будет 4К нативное и 60 кадров. Тупо охота посмотреть, что да как. И, конечно же, самый большой плюс, на что я всегда обращаю внимание и стараюсь другое пока на данный момент не покупать, потому что с мышкой и клавиатурой я до сих пор еще на «вы». Так что игра поддерживает геймпад и мне это очень-очень интересно. Ребятки, тема, тема, тема. Офигенный платформер, офигенная такая, я даже не знаю, как ее назвать, экшен, приключение третьего лица. Тема, тема, тема. Обязательно, обязательно захотел ее себе в коллекцию, пусть будет. Вот по скринам я вижу, что 16 на 9. По обратной совместимости я не помню насчет экрана, если честно. Вот здесь вообще, посмотрите, вот этот скрин, вот этот один скрин мне продал игру. То есть я вижу уже прекрасно, что здесь нужно делать и мне напоминает чем-то «Принцов Перси». И вот эти вот, знаете, вот эти старые добрые игры, когда у нас было много оригинальных идей, много чего-то вот новенького, когда разработчики не боялись ничего. Я опять сейчас не хочу, чтобы мой монолог скатился вот в эту пресловутность, к которой я постоянно говорю, что вот это Assassin's Creed одно и то же и все игры сейчас на одно и то же и на один мотив. Вы понимаете, да? И вот из-за чего мне нравятся старые игры, потому что там много, много чего интересного. Так что Swix and the Curse Mummy за какие-то 3,5 евро пойдем-пойдем ко мне. Я, как посмотрю, здесь THQ Nordic продает игры, которые ферифицированы для Steam Deck. Знаете что? Давайте я, наверное, вот так аккуратненько прикрою и не буду туда заходить, потому что если я туда сейчас в THQ зайду, поверьте мне, мы уйдем отсюда не с 24 играми, а со всеми 40 или, чем бог не шурит, с 50. Так что еще одна игра с прошлого. Да кого прошлого? Поза прошлого поколения ко мне в библиотеку Steam. Пусть будет Hazel Sky. Следующая игруха, которая сейчас продается за вполне нормальную стоимость, за 10 евро. Это считаете... Да, это Steam говорит, что это по скидке, так-то она больше. И вы прекрасно знаете, что это за игра. Все ветераны канала, я ее покупал для Xbox Series X. Проблема этой игрухи в том, что она только в цифре. Что на плойке, что на Xbox. Только цифра, цифра, цифра. И вот здесь вот я хочу посмотреть, как эта игруха выглядит на компьютере, потому что на консолях она выглядит просто бошку снащительно. Я даже не знаю, как-то просклонировать предложение по-правильному. Ребята, вы меня извините. Вы понимаете, да, что я хочу вам сказать? Офигенная, 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 офигенная графика какая-то принята, говорит. Ну, блин, 30 фпс. Вот я помню вот эту 30 фпс. Или наоборот, нет, хотя не оборот, хоть бы я сейчас вам что-нибудь не то не сказал. То ли там наоборот 60 фпс, но убогая графика. Я не помню. Я помню, там что-то было одно хорошее, а другое плохое. И вот здесь на компьютере, я уверен, это можно совместить все хорошее в одном. Здесь будет и 4К разрешение, и, конечно же, 60 фпс. Вы посмотрите на это. То есть мы в роли какого-то пацанчика попадаем на какой-то остров. Я не помню, как мы туда попадаем. И мы такой, весь такой инженер из себя. И мы должны с помощью каких-то схем, с помощью каких-то приблуд строить какие-то незамысловатые приколюхи. Например, построить самолеты, на нем перелететь с одного острова на другой. Построить еще что-то там, еще что-то. Вы понимаете? И вот этот вот скрин, он мне на Xbox или SX продал игру. Вы посмотрите, мы находимся на дне Атлантического, блин, не побоюсь такого слова, океана, в каком-то скафандре. И мы ходим там, и смотрите, рассматриваем что-то там, переэтываем. Вы знаете, меня хлебом не корми, дай где-нибудь поиграть в какие-нибудь игры, где-нибудь в каких-то безднах и всего вот этих, да? То есть, эх, я говорю, я с этой игрой ознакомился, мне она очень, очень сильно понравилась. То есть, это опять же можно сказать, по-моему, это не инди-проект, потому что здесь нигде инди не стоит, но это очень близко к инди-проекту. Так что, ребятки, опять же, ни в коем случае никому не советую. Все, что я покупаю, я вам не советую, а то скажете, блин, что ты мне насоветовал. Нет, я с вами просто делюсь теми играми и теми впечатлениями, которые у меня вот на данный момент с этими играми. Так что, ребята, 10 евро, 60% скидка. Черт с тобой, черт с тобой, я хочу посмотреть на тебя в крутом разрешении. Следующее, Lost in Random. И с этой игрухой вы также знакомы, но, по-моему, я геймплей не показывал, то есть мы ее просто купили в цифре, она также сразу здесь, давайте все точки над гиро ставим, она что, на PlayStation 5, что на Xbox Series X доступна только в цифровом виде. То есть здесь у нас тупо выбора нету, и я прекрасно, опять же, подходя вот так вот плавно к тому монологу, который я вам рассказал или вел в интро, что есть очень много людей, сам слышал вот такое высказывание, игры нет на диске, то есть вы знаете, я коллекционер физических носителей, меня хлебом не корми, дай заиметь, как бы это сейчас смешно не звучало, диск с игрой. Но если диска с игрой нету, я, конечно же, не брезгую и покупаю цифру, но есть люди, я много раз видел в интернетах, что в русских интернетах, что в немецких, что в американских, люди говорили такое мнение, если игры нет на диске, то этой игры не для меня. И я считаю, это вполне неправильное решение или мнение, то есть это, конечно же, у каждого свое мнение и каждому мнению я прислушиваюсь и респектирую и уважаю мнение других, но мое мнение, это очень-очень неправильное мнение, так что если игра не выходила на диске, да блин, вы что, я с удовольствием ее куплю в цифре, так как Эллен Вейк, например, но нету его на диске, и что мне теперь, не играть в эту замечательную игру, которую чуть ли не игрой года не стало, то есть я не могу так, я, конечно же, возьму в цифре, и если когда-то игра, дай бог, конечно же выйдет на диске, конечно ее прикуплю, ну а насчет этой игры, ребята, вы все видите на своем экране, здесь какая-то офигенная, просто неповторимый визуал, офигенная атмосфера, и приключения третьего лица, где какие-то непонятные твари, смотрите, здесь что-то намешано, как Alice Madness Returns, Alice American Magis Alice, да, вот это вот все, плюс Тим Бертона немножко сюда еще намокнули, как он назывался-то, игра там про Рождество, помните, то есть вау, Nightmare Before the Christmas, по-моему, то есть вы понимаете, да, вот стилистика такая же, плюс Труп невесты, еще был мультик, помните, Тим Бертона, то есть мне все вот это вот напоминает, вот этот вот офигенный стиль, скажу честно, я ее как купил на Xbox, когда она тоже, по-моему, была по скидке, я ее не, а нет, один раз включил, и я даже не помню, что к чему, потому что, по-моему, я только в меню пробыл, и потом надо было что-то, то ли другое сделать, то ли еще что-то, то есть, я уверен, игруха офигенная, потому что у нее очень уже много фэнов, очень хорошие оценки, я думаю, не-не-не, тебя-то я возьму, тебя-то я возьму, тем более, ребятки, вы посмотрите на это, за какие-то 3 евро, 90% скидка, Lost in Random, круто, точно знаю, здесь офигенная, ну, как не офигенная, а прикольная боевая система, что перед, по-моему, каждым боем, а может быть, или не перед каждым боем, нам нужно, каким-то образом, с вот этим вот, не шарик, а он, с вот этим кубиком, что-то взаимодействовать, что-то там происходит, ой, извините, я задел опять микрофон, надо мне по рукам еще раз дать, потому что я слышу, как это действует на звук в видео, кстати, насчет звука, я надеюсь, все вы слышите, потому что я сейчас записываю не через ОБС, а через карту захвата, и мне здесь совершенно другие надо звуковые настройки делать, так что я надеюсь, что все нормально, ребятки, тема, 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 за 3 евро, пойдем ко мне, и может быть, на компьютере, это может быть, я тебя пройду, следующее, ребятки, если ты сказал А, то будь добр сказать и Б, и как вы знаете, я купил, конечно же, в прошлых видосах, полную трилогию, ремастера, Mass Effect, первую, вторую, третью часть, и сейчас, думаю, надо взять еще Андромеду, скажу честно, ребята, я большой фэн трилогии Mass Effect, особенно первой и второй части, какая же это тема, все игры идут Xbox 360, по обратной совместимости, конечно же, как я вам уже много раз говорил, но сейчас оно нафиг не надо, потому что у нас есть топовые версии, вот эти вот ремастера, Legendary Edition, или как оно, или Legacy Edition, я не помню, и вот прошло много времени, я думаю, а ну-ка дай-ка я все-таки ознакомлюсь с Mass Effect Andromeda, конечно, уже много времени с релиза прошло, игра полностью запатчена уже, это опять же, вот вам болезнь физических носителей, про которую я вам много раз говорил, на PlayStation 4 и Xbox One эта игра вышла, и сейчас, чтобы поиграть, да, вы, конечно же, втыкаете диск или в PlayStation, или в Series X, или PlayStation 5, что по обратной совместимости поиграть, то в принципе диск там нужен только на 10-15%, все остальное качается с интернета, потому что игра запатчена, пропатчена, все исправлено до мелочей, и сейчас в игру самое время поиграть на консолях, и скажу честно, ребята, не знаю как насчет PlayStation 5, но что касается Xbox fucking Series X, там просто чума картинка, я не знаю, это 100% ненативная 4К, но как она выглядит, все острые-острые-острые уголочки, прям порезаться, опять же, можно, как я это всегда говорю, ребятки, то есть, мой вам совет, если вы хотите играть запросто, я уверен на PlayStation 5, такая же тема, хотя здесь я не совсем уверен, потому что на PlayStation 5 у нас идет версия с PlayStation 4, точнее сказать, с PlayStation 4 Pro, а PlayStation 4 Pro уступает намного версии Xbox One X, то есть на One X было офигенное разрешение, и вот именно это офигенное разрешение перекочевало также и на Xbox Series X по обратной совместимости, так что здесь я почему-то уверен, лучше всего, конечно, брать на консолях Series X версию, она идет четко, но чего мне не хватало, ну, на тот момент все хватало, это сейчас я разбалованный такой, мне не хватает на данный момент 60 кадров, и здесь они есть, но прикол, я начал в игру играть, я прошел первую карту, и ребята, как же они, блин, намутили с вот этим вот полуоткрытым миром, то есть это не открытый мир, а вот, вот он он, полуоткрытый факинг мир, и ты хочешь побыстрее с чем-то расправиться, и пойти по сюжету дальше, но ты не можешь этого сделать, потому что ты открываешь карту, и там интересная местность, там тебе охота зайти туда, в тот закоулок, посмотреть на тот вопросик, или там это, и я заметил за собой, что я первую где-то локацию, часов, наверное, пять проходил, и тупо бегал, и пылесосил вот эту всю местность, и потом это мне настолько остафигело, ребята, я скажу честно, я не смог себя пересилить, чтобы сесть и играть в игру заново, потому что я тот человек, если я что-то вижу на экране, я хочу это раздобыть, я хочу это себе в инвентаре, я хочу посмотреть, что находится вот за тем вон холмом, понимаете, и если мне игровые условности не говорят, что все, здесь невидимая стена, ты дальше не пройдешь, меня потянет, просто побегут мои ноги вообще в дальнюю, дальние и дальние, как говорится, края, и вот в моем же случае, это контрапродуктивно, в такие большие игры играть, потому что я хочу сразу осмотреть все, именно из-за этого я не играю в открытые миры, а просто себе сказать, нет, ты просто беги по сюжету, ребята, не могу, я не могу на себе это оставить, то, что я уверен, что где-то для меня разработчики, что-то интересное на карте припасли, и вот этот, ах, и вот я с собой боролся, боролся, и на второй или третий раз, когда вот мне, вот я первую локацию прошел, и потом думаю, надо еще побегать, еще побегал второй раз, и потом третий раз просто, вот как-то не заставил себя, ребята, вот как-то не заставил, игра не такая плохая, как все о ней говорят, тут и более-менее сюжет, и более-менее локации, но вот единственное, это открытый мир, он меня спугнул, народ, так что, сейчас думаю, давай-ка все-таки посмотрим, как игра выглядит на компьютере, я уверен, да, это одна из тех игр, как мне всегда пишут, да ты в них никогда не будешь играть, я почему-то, вот не знаю, на 85% почему-то уверен, что вот именно в данный проект, я никогда играть не буду, потому что я знаю, что меня здесь ждет, ребятки, за 8 евро, пусть будет у меня в коллекции, я один раз минимум ее запущу, и посмотрю, как она выглядит, может быть, опять же, может меня здесь переселить что-то, вот этот вот визуал, и я не смогу, буду оторваться, Mass Effect, Andromeda, Deluxe Edition, я не знаю, что туда входит, но это самое-самое, так что окей, тоже будет в коллекции, Abzu, офигеннейший инди проект, ребята, который, первый раз я на стиме вижу такую надпись, здоровыми-здоровыми буквами, мы, несомненно, рекомендуем вам играть в эту игру с геймпада, я думаю, ну, слава богу, это, то есть, это как для меня игра, это инди проект, который, как вы помните, была игруха Journey, по-моему, называется, помните, на PlayStation, потом кругом вышла, и вот это, можно сказать, это из той же, я даже не знаю, из того же, из тех же краев, то есть, нам здесь ничего делать не надо, как просто тупо, по всей игре, наслаждаться картинкой и визуалом на экране, и это выглядит офигенно на консолях, что касается, опять же, Xbox, на PlayStation, не знаю, потому что у меня только на Xbox, и самое интересное, кстати, картинка, видите, это вот на Steam, еще притормаживает иногда картинки, я не могу понять, некоторые офигенно идут, некоторые нет, но вы понимаете, то есть, сейчас здесь Steam виноват, а не OBS, то есть, я это тоже вижу, это именно у них трейлер, что-то непонятный, в некоторых местах, так вот, я с этой игрой ознакомился, именно на Xbox, там было все офигенно, но я не помню насчет кадров, по-моему, 30 кадров, по-моему, здесь, я уверен, будет нативная 4К и 60 кадров, то есть, это именно ПК, это самое-самое место, где нужно в такие игры играть, потому что, повторюсь, визуал здесь стоит на первом месте, вот, вот это видите, с часть Steam просто разваливается здесь на пиксели, в игре вы будете видеть каждую факинг рыбу, с ее каждым факинг плавником, ребятки, это офигенная, офигенная тема, и для всех тех, кто любит физические носители, ребята, 100% уверен, так как она у меня есть в коллекции, игруха есть на диске для Xbox One, то есть, на PlayStation 4, я не знаю, но, по-моему, если на Xbox есть, то есть и на PlayStation, это как бы само себе разумеющееся, но я, кое-как нашел для Xbox, импортировал с Америки, продается на диске только в Америке, и очень был счастлив, что у меня теперь в коллекции такой дисочек для консоли, здесь буду посмотреть, ребята, сколько игруха стоит, 5 евро, многовато, если честно, многовато, но пусть будет, пусть будет, обязательно хочу пройти, потому что игрушка длится 2-3, максимально, максимально 3,5 часа, если вы будете реально на каждом метре просто втыкать в атмосферу, то вы здесь проведете часа 3, наверное, может 3,5, следующая, байонета, это баянчик, как говорится, но это тот баянчик, из-за которого я, можно сказать, купил консоль, которая называется Nintendo Wii U, именно из-за второй части, да, не из-за первой, из-за второй части я купил Nintendo Wii U, и скажу честно, когда я начал в нее играть, я подумал, окей, в такое я играть не буду, то есть у меня есть игры, которые намного-намного прикольнее играются, потому что в то, на тот момент, я не знаю, как сейчас обстоят дела, патчи или вот это все на Wii U консоли есть, без понятия, но на тот момент это было для меня просто неудобно, даже после таких консолей, как PlayStation 3 и Xbox 360, мне было просто тупо неудобно, не знаю почему, вроде бы 60 кадров было, но что-то вот, то ли с управлением перемудрили, то ли что, я отлично помню, я вторую часть не прошел, а первую я прошел с удовольствием, я ее пиратил сам на Xbox 360, записывал, как это принято, на болваночку, прошел полностью, классно, игруха также поддерживается по обратной совместимости, если у вас есть подобающий Xbox 360, оригинальный так называемый лицензионный диск, вы можете его запихнуть, как бы это сейчас опять грубо не звучало, опять тем более на таких моментах, когда байонета распахивает свои вот эти вот ноги, вы понимаете, вы можете запихнуть этот диск в Xbox Series X, он вам скачает игру и вы будете ей наслаждаться, но никаких улучшений и те же самые 30 FPS, здесь я жду от игры нативная 4К и 60 кадров, и мне кажется, это будет офигенно, это именно та игра, в которую надо просто надо играть в нативном 4К, потому что вот-вот, вы посмотрите на это изобилие деталей на экране, здесь черт ногу сломит иногда, какие кренделя выписывает байонета, именно такое нужно играть в большом-большом разрешении, и игруха, ребята, ну, опять же, на любителя, скажу честно, если вы любите Devil May Cry и все такое, то можно сказать, это Devil May Cry умноженный на 3-4 и в женском, так сказать, стиле, прикольная, прикольная тема, 6 евро, думаю, давай, давай, я на нее уже как бы, как вам сказать, натыкался несколько раз на стиме, но за полную стоимость я не готов был пока ее покупать, а сейчас 6 евро пусть, следующее, это Battlefield 3, да, который выходил на Xbox 360, PlayStation 3, использовал в то время Frostbite 2, движок, и было все плохо, что касается консоли Xbox 360, и мне кажется, PlayStation 3 и так же, а может быть даже и хуже, даже в то время, когда ты играешь только на консолях, я уже тогда видел, что да, картинка-то прикольная и пытается нам показать все офигенные фишки, но с технической точки зрения это был такой убогость, я не знаю, там как-то какие-то углы непонятные были, какое-то освещение ломалось, постоянно пропадали тени, стекла как-то перетывались, я не знаю, как сейчас обстоят дела, вот как вот здесь вот, например, вот все летает, и оно потом все исчезает, или как-то все моргает, знаете, и консольки, они просто были уже в то время слабоваты для этого, потом я прошел игру на второй раз по обратной совместимости, то есть диск, Xbox 360, вы втыкаете опять Series X, One X, One S, и играете, там опять же у нас стабильный 30 FPS, то есть FPS выравниваются, и более-менее игрушка стала работать, но все равно чуть-чуть мне не хватает разрешения, и вот здесь вот я очень-очень хочу, что Battlefield 3 наконец-то я смогу поиграть в нативном 4К и 60 кадрах на компьютере, потому что на консолях я даже не помню, какой там FPS был, а, на консолях, по-моему, по-моему, 60 многовато, неужели там было 30, а, вот здесь я не помню, так что мне очень интересно посмотреть, что за игра, и в первую очередь, конечно же, синглплеер, я никогда не играю в мультиплееры, и вот мне охота глянуть, что да как, тем более в то время, когда, ребята, все патчи вышли уже, все это, и вы только вспомните вот эту миссию, какая же она офигенная, как это все четко сделано, первый раз, когда я с игрой знакомился, это был летсплей от какого-то немчика, в то время, когда только игра вышла, в 2011 году, у меня просто челюсть отпадывала, как это все красиво, и я прям загорелся, купить ее, подождал скидок, купил ее, да-да, вот она, эта миссия, купил ее, и прошел на Xbox 360, не знаю, почему я ее тогда не спиратил, или может быть спиратил, но захотел ее потом еще поиграть на лицензионной, так сказать, консоли, с лицензионного диска, опять же, миссии с танками, то есть, классная, просто офигенная тема, проходится примерно за 5 часов, у меня, по-моему, если мне не изменяет память, может быть, даже прохождение, без комментариев на канале есть, которое лет 12 назад делал, а может быть, и нет, и что здесь небольшой минус еще является такой, как говорится, ложечкой дегтя, это то, что при открытии Battlefield 3 нам нужно еще что-то открывать, и вот люди пишут со слабыми ПК, что вот этот вот открыватель какой-то клиентом открывается, что он полностью ложит на лопатки не консоли, а ПК, по-моему, да, вот видите, Аус Гиглихен, то есть, опять же, такие непонятные рецензии, по-моему, здесь про то я читал, да, опять же, полная, приполная поддержка геймпада, и вот здесь я смотрю, да, здесь какой-то я онлайн активейшн, да, здесь нужно через Electronic Arts какой-то, при блуду сюда нужно зайти, потом, короче, вот это вот все, да, и вот люди пишут, где, 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 ну-ка, может, хоть кто-нибудь, да, короче, вы понимаете, активейшн, да, 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 вот сначала у людей проблемы с активацией, не знаю, посмотрим, посмотрим, ничего страшного, если даже у меня ничего не получится, за какие-то 2 евро, опять же, народ повторюсь, чашечка кофе, да не получится, черт с ней, выброшу только тот же самый стаканчик пустой от выпитого кофе, ребята, 2 евро, это не деньги, то есть, не поймите меня неправильно, деньги, они и в Африке деньги, то есть, даже 20-30 центов, это деньги, но 2 евро за игру такого масштаба, это вполне нормально, как считаю я, так что, батла, пусть будет, следующее, ребята, когда я это увидел, меня просто не остановить, было вообще никак, это одна из лучших, просто first person шутеров, которая вообще в своей вот этой негодной жизни играл, ребятки, это настолько офигенная тема, как вы помните, как вообще произошел Titanfall, вы помните, были, я даже не помню вот эти вот имена, и все там, все очень трудно, и все вот это вот, переплетено, вы понимаете, как в Санта-Барбаре, то есть, Electronic Arts поругалась с какими-то крутыми игроделами, которые делали Call of Duty, она их выгнала, или они сами себя выгнали, потом они сделали свою, так сказать, контору, которая называлась Respawn Entertainment, которая, по-моему, сейчас называется Respawn Entertainment, и сделала офигенный Titanfall, но был один недостаток, игра была только онлайн, и потом вторая часть вышла, уже с синглплеером, прикиньте, и я, когда играл, я офигевал, ребята, на консолях 30, боже мой, о чем я говорю, 60 FPS, и просто богоподобная для консоли картинка, выглядит офигенно, когда вы сейчас играете игру по обратной совместимости, по-моему, если мне не изменяет память, для PlayStation 4 Pro, и для One X, выходили какие-то апдейты, то есть, если у вас PlayStation 5, и Series X, вообще не раздумывая, берите Titanfall 2, и играйте, это одна из просто очумевших просто игр, вообще, в которые я когда-либо играл, офигенный FPS шутер, который чувствуется офигенно, даже в некоторых моментах, как Call of Duty, потому что, вы знаете, есть разные шутеры, и когда ты стреляешь с оружия в шутерах, то ты сразу по стрельбе и по фидбэк-попаданию, то есть, когда вы попадаете во врагов, вы сразу уже можете сказать, как игра сделана, качественно или нет, и вот, чтобы Call of Duty, как бы не ругали, но у нее офигенный фидбэк-попадание, и вот именно этот фидбэк-попадание и стрельбы из оружия, он есть тут, и здесь плюс еще, конечно же, вот такие офигенные роботы в некоторых миссиях, ребята, это просто тема, если вы не играли Titanfall, вперед, в последнее время ее раздают вообще за копейки, что на консолях, что здесь, что диски, диск, если вам нужен на PlayStation 4 или Xbox One, вы можете его тупо за 7 евро в силде взять, берите, 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 мне кажется, скоро уже и тут лавочку прикроют, потому что, если мне не изменяют память, то онлайн мультиплеер для первой части уже прикрыли, по-моему, так что, я думаю, не, ребята, 4.50 евро вполне за эту игру, это само-само-само, и опять же, конечно же, поддерживает геймпад, что для меня самое важное, ребята, Titanfall, одна из просто лучших FPS шутеров, я надеюсь, вы про нее знаете, ни в коем случае не рекомендую, потому что, вы знаете, есть люди, которые просто любят FPS шутеры, есть люди, которые любят роботов, а здесь все переплетено, так что, опять же, советовать не буду, боже мой, следующая игруха, это Control Ultimate Edition, и вы прекрасно знаете, нет, давай ты, давай ты прекратишь свое вещание, а я посмотрю вот этот трейлерочек, Control выходил, как вы знаете, для консолей PlayStation 4 и Xbox One, потом вышла еще обновленная версия для PlayStation 5 и Series X, и Remedy здесь пошла на такой шаг, что типа сказала, ага, мы не будем обновлять ваши версии с PlayStation 4 и Xbox One, если вы хотите поиграть в наилучший вариант на вашей актуальной консоли, таких как PlayStation 5 и Series X, повторюсь, то купите, пожалуйста, игру заново, и вот мне пришлось, у меня уже есть диск для PlayStation 4, для Xbox One, и мне пришлось диск еще взять для PlayStation 5 и Series X, то есть у меня теперь четыре диска с контролом, и теперь я его беру еще и в пятый раз в цифре на компьютере, то есть вы понимаете, да, то есть поддерживаю, хочу я или этого, или не хочу, поддерживаю всеми силами, всеми руками и ногами разработчиков и вообще игроделов, вы понимаете, да, и вот это, да, если вы не знаете, это те самые Remedy, которые сделали Alan Wake, которые сделали Alan Wake 2, которые сделали Max Payne и все вот это вот, и здесь вот, да, это можно сказать так, очень хитрое сплетение Alan Wake и контрола, это очень долго объяснять в этих вот одной минуте, сколько я здесь жертвую, жертвую, даю на вот эти вот трейлеры, на смотр вот этих вот игр, я вам здесь толком ничего рассказать не смогу, ребята, но если вам нравятся шутеры, леталки, стрелялки от третьего лица, то вам сюда, какая здесь офигенная разрушаемость, ребятки, когда игруха вышла на компах, ничего не знаю, я тогда вообще компьютерами не интересовался, потому что для меня это было как-то непонятно, ну, у меня было такое понятие, что компьютер я не буду все никогда покупать, но потом я купил компьютер только из-за того, что на консолях все больше и больше в новых проектах стала быть картинка, опять же, называем все вещи своими именами, мыльная, если бы не мыльная картинка на консоли, я бы до сих пор не знал, что такое ПК-гейминг, ребята, потому что я все-таки хочу лучше забирать из игр, когда я в них играю, и вот когда игруха вышла, какое здесь непонятное разрешение это было на консолях, особенно PlayStation 4 и Xbox One, на One X и еще окей, ну а Pro, это было вообще ужасно, плюс еще были вот эти просадки в FPS-ах, потому что здесь очень много взаимодействий с физикой, вот это все, а потом для актуального поколения выходили патчи, потом я отлично помню, из-за вот этой игры Control, Майки, даже свою систему, как сказать, ПО, то есть, да я даже не знаю, как это назвать-то, систему, дашборд, каким-то образом подгоняли под эту игру, потому что она плоховато шла на Series X, прикиньте, и вот только потом благодаря патчам, плюс благодаря вмешательству Microsoft, она более, да не более-менее, вполне хорошо пошла на консолях, но опять же, только выборочно, или 60 кадров, или рейтрейсинги, и вот это все, а может быть и все вместе, можно и без хлеба, но там опять же, и не того, и не того толком не будет, то есть я отлично помню, что даже на PlayStation 5 и Series X игрушка немножечко, ребята, немножечко мыльноватая, но если у вас маленький телевизор, там 55 дюймов, или 30, монитор какой-нибудь, то вы можете смело играть на консолях, я же хочу все-таки посмотреть, как игра себя почувствует, или чувствует, что такое, извиняюсь, на себя на консолях, секундочку, что-то у меня с голосом, ребятки, непонятно, что такое, итак, 10 евро, ну, скажу честно, немного дороговато, еще держите во внимании, что это уже пятый раз, когда я покупаю эту игру, то есть Remedy, мне уже реально, знаете, как там принято говорить, должны ящики или чемоданы тащить, за 10 евро, думаю, возьму, следующее, здесь по-быстренькому, это, ребята, ну, что-то Steam, правда, долговато, да, грузит, если честно, это Dirt 2, почему я собираю ралли, вот такими вот непонятными, нездоровыми, так, способами, то есть, все, что вижу по дешевке из ралли, я их покупаю, ребята, как и в прошлых видео, я вам говорил, это связано с тем, что ралли это лицензионные продукты, любые гонки, которые содержат оригинальные машины, любые игры, которые содержат, например, оригинальных игроков, такие как FIFA там, или FIFA, я не знаю, как правильно называется, баскетболы, волейболы, рестлинги, все игры, которые содержат, хоть какую-то, эм, интеллектуальную собственность, рано или поздно, удаляются, удаляются из цифры, перестают печататься диски, или еще что-то, и если у вас есть игра на диске, то все, она с вами, как всегда, как говорится, если вы не успели в цифре игру купить, то все, когда она будет удалена из стора, в PlayStation, Xbox и Steam, то все, фиг вы ее где найдете, и когда ее удаляют с стора, допустим, ту или иную игру, то она автоматически поднимается, конечно же, вскакивает в цене, если вы ее покупаете на ключах, на Steam, Steam ключи, вот так вот, точнее выразится, да, но проблема, опять же, вы не везде найдете эти ключи, и они тоже заканчиваются, так что я тот человек, который берет ралли просто из одного факта, что в любой момент они могут быть выпилены из, вообще из, вы понимаете, из магазинов, ну, вот этот скрин, хо-хо-хо, класс, да и вообще, опять же, ралли, или с ралли я, с ралли, а вы откуда, а мы с ралли, о, а вы что там делали, помните, да, то есть, ребята, это моя тема, на PlayStation 1, на PlayStation 2, я до дыр затирал просто, WRC, просто затирал до факинг дыр, и вот с того момента пошло, что я немножко поиграю в ралли, и откладываю их, знаете, там, в далекий ящик, но у меня сердце спокойное, как говорится, душа на месте, когда я знаю, что эта игра у меня куплена в цифре, и пусть ее удаляют, ничего страшного, и здесь, ребятки, 5 евро, да, вы что, да, даже не раздумывая, следующее, я не знаю, вот, вот просто, опять же, здесь играет большую роль цена, Need for Speed Payback, он у меня есть на Xbox One, как вы помните, на PlayStation 4 я ее даже не покупал, игра также идет на, по обратной совместимости, конечно же, как и все Xbox One, игры того поколения, так же, как и все PlayStation 4, диски того поколения, на PlayStation 5, я ее запускал один раз, когда мы с вами делали закупы с того момента, никогда больше, это что-то типа, можно сказать, Need for Speed пытается сейчас походить на, на фильм, который называется The Fast and the Furious, помните, да, там уже сколько, там, я не помню, 28-я часть, или какая уже вышла, или должна выйти, там полная Санта-Барбара, то есть, для меня, первая офигенная часть, вторая, так себе, третья, более-менее, и все, и потом пошло-поехало, как говорится, и вот я не знаю, я не могу назвать себя фаном Need for Speed, единственное Need for Speed, я играл на PlayStation 1, если кто помнит, даже на канале есть видео, где я показывал вам самые мои любимые заставки, с моих любимых игр с PlayStation 1, и вот там была заставка с Need for Speed, которую я затирал до дыр, я ее показал всем моим одноклассникам, показал на что способна PlayStation 1 на то время, и вот Need for Speed, как-то, знаете, как-то не совсем мое стало, с каждой новой частью все хуже и хуже и хуже, потом вообще скатилось куда-то непонятно, и вот Payback, я не могу сказать, что она прикольная, но что-то в ней такое есть, такое, я даже не знаю, что-то интересное, которое, что-то, что-то привлекательное для меня, я думаю, возьму, возьму, ничего страшного, и начал искать еще, когда я посмотрел, что есть Need for Speed, я начал искать Need for Speed The Run, и что-то, вот этот Need for Speed, Run я не нашел, и большая просьба к вам, а есть она в Steam вообще, народ, вы не в курсе, я бы с удовольствием Need for Speed Run купил бы, потому что относится к одной из моих любимых шесть частей Need for Speed'а, то есть, вау, я играл на Xbox 360, захлеб до кого, играл, она очень короткая, там, по-моему, часа 4 или 5, проезжаешь по всему континенту, и игра заканчивается, то есть, там, синглплеер офигенный, и вот Need for Speed The Run я нигде не могу найти теперь, она вообще на ПК есть или нет? существует в версии для Xbox 360, и вот здесь я думаю, ну а что, ну поездю, посмотрю что куда, и опять же, чтобы, знаете, не врать вам, что, о, я хочу эту игру, нет, скажу честно, она мне нафиг не нужна была, ну, блин, 3 евро, 3 евро, 90% скидка, но я знаю, что игра-то более-менее, это не совсем шлакоблок какой-нибудь, думаю, короче, пойдем ко мне в коллекцию, ничего страшного, тем более, опять же, здесь, как я могу посмотреть, используются, по-моему, оригинальные машины, и чем бог не шутит, или черт не шутит, я не знаю, как правильно там говорится, я применяю и то, и то, вот здесь, например, Nissan, как вы видите, это Skyline, да, вот эта буква R от тюнинга, это же я, ой, я раньше в этом во всем разбирался, когда играл в Gran Turismo 3 на консоли PlayStation 2, я каждую машину мог вообще по цвету распознать, что за машина, сейчас же все это отлегло немножко, и вот, вот вам номер один пример, то есть в любой момент игру могут удалить, и думаю, за 2 евро, да черт с тобой, точно такая же, точно такая же ситуация и с игрой Assetto Corsa, это 100% симулятор, то есть это нифига не аркадные гонки, это нифига не Forza Motorsport, более-менее симуляторный рейсинг или Gran Turismo, это тупо симулятор, в который я начал играть, скажу честно, и я вообще, я там был как этот, знаете, как, как и говорить, ну вообще, никто, нуб, во, я нашел это слово, то есть тема классная, только тогда, когда ты в ней полностью разберешься, если ты не разбираешься, что от тебя хотят, здесь тебе будет больно, и потом даже через пару часиков будет неинтересно, и ты выключишь игру, так что в эту игру, чтобы нормально играть, мне кажется, здесь у нее очень, очень большой вход, или барьер вхождения, то есть если ты действительно хочешь получать удовольствие от игры, тебе нужно с ней ознакомиться, не только, не просто ознакомиться, а тупо понять, как оно все тут работает, и вот я когда ездил, блин, тут такие, можно приколюхи выставлять, любое, и асфальт, и все действует на твое, как сказать, на поведение машины, вот это все, то есть тема, диск есть, как для PlayStation 4, так и для Xbox One, у меня все, конечно же, в коллекции, потому что гонки, это моя тема, и вот опять же, вы видите, кругом лицензионные, лицензионные машины, BMW, Audi, все-все-все, лицензии, так что, ребята, ассета курса рано или поздно, уже я смотрю 2014 год, это уже сейчас 2024, так что я почему-то думаю, что 75% я вам даю, что 19 декабря ее начнут удалять это всю, потому что уже ровно 10 лет, а лицензии платят, как вы знаете, на 10, 12, 15 максимально лет, и все, так что, мне кажется, скоро ее также уберут, и я думаю, не-не-не, я лучше тебя возьму за 5 евро, ну, 5 евро, народ, опять же, 2 кофе, и точно такая же система из Грид, как вы помните, у нас была Грид, потом Грид второй, игры выходили на консолях, все классно, я смотрю, а здесь нету никакого, а вот есть что-то, вроде бы есть, какие-то, какие-то, да, кадры с игры, да, то есть, выходила игруха на Xbox 360, на PlayStation 3, первая, вторая часть, потом, по-моему, выходил Грид Auto Sport, это единственная часть из серии Грид, которая идет по обратной совместимости на Xbox, и потом вот вышла, по-моему, если мне ничего не изменяет, по-моему, не было никакого Грида, и потом вышел вот этот Грид Legends, по-моему, и вы знаете, мне понравилось, мне понравилось, как машины себя ведут, мне понравилась физика, мне понравилось чувство скорости, то есть, все круто, и опять же, благодаря тому, что очень-очень-очень низкая цена, я думаю, да ну тебя нафиг, возьму и все, вы посмотрите вот на этот скрин, да, это, это просто красота, скажите, да, серьезно, вы посмотрите, ох, не знаю, вот что, что, но вот машины, и все, что с ними связано, как мне раньше это нравилось, да и сейчас мне это все тоже нравится, ребята, просто времени, повторюсь, на все вот это вот не хватает, и знаете, как говорится, пусть лучше будет, чем не будет, так что Грид Legends за 6 евро, а так, вы посмотрите, его за 60 кидают, вы что курили, народ, на консолях, что касается иксбокса, и Плейстейшн, этот Грид Legends в силде можно взять за максимально 15, евро, нет, максимально вру, максимально 20 евро, здесь же, блин, вы что, 60, вы что курили, короче, вы понимаете, да, что я хочу вам этим сказать, следующая игруха, это, не к ночи будет помянута, почему это грубо, потому что я склоняюсь сейчас ко второй части, так вот, ребята, Fallen Order, Star Wars, от разработчиков, которые нам подарили Titanfall 2, Titanfall 1 часть, Respawn Entertainment, и вот их, опять же, та же самая, по-моему, та же самая, нет, не та же самая, нет, их заметила Electronic Arts, потому что Call of Duty были Activision, и все такое, их заметила Electronic Arts, и говорит, пойдемте к нам, под наше крыло, а они такие все из себя, инди, 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 но говорят, нет, ладно, почуяли, как говорится, деньги, зарплату, пришли, конечно, к Electronic Arts, и сделали, вот этот вот самый Fallen Order, который реально выстрелил, это та игра, на которую, никаких надежд у Electronic Arts не было, но она, фак, выстрелила, как не знаю, кто это, Souls подобная, но это я, конечно, с натяжкой называю, Souls подобный, офигенный экшен от третьего лица, с офигенной боевкой, с офигенным драйвом, все круто просто, и игруха мне понравилась, скажу честно, я ее, по-моему, даже наполовину прошел, я ее проходил на Xbox One X в то время, по-моему, еще выходили какие-то дополнения для Series X и PlayStation 5, хотя здесь я, ребята, вы знаете, столько много игр на консолях, да теперь еще и на ПК, я реально уже немножко, вот эти нюансы, детали забываю, если честно, но отлично помню, что на консолях, игру довели до ума, и она стала более-менее выглядеть, потому что она выглядела, скажу честно, что касается разрешения, немножко мыльновато, но такого мыла, которое у нас сейчас, нас ждет во второй части, которая называется, Survival, Jedi Survivor, такого мыла, вообще нету здесь близко, а Survival, вот эта вторая часть, она что на ПК ужасно выглядит, что на консолях, я не знаю, что они там намутили, но скорее всего, здесь виновата Electronic Arts, потому что, повторюсь, первая игра, никто ничего не ожидал, она выстрелила, 19-й год, и за какие-то 3 года, Electronic Arts говорит, давайте, пилите, пилите, пилите нам вторую игру, игроки сидят и ждут уже, знаете, как говорится, ногти кусают, и вот вторая часть вышла, и что-то мне кажется, в Фуфлинде, я конечно же на дисках взял, как для бокса, так и для PlayStation 5, но хочу здесь, ребята, вам сказать сразу, если вы действительно коллекционер дисков, и вы любите, что вся игра была на диске, то здесь можете забыть, что на PlayStation 5, что на Xbox Series X, вы проходите только первую локацию, встречаетесь с боссом, и вам игра пишет, подсоединись к интернету, и докачай меня, и если вы скажете, нет, я не хочу этого делать, то все, вы можете забыть про игру, то есть это одна из тех игр, которая, блин, выходит на диски, но без интернета вы ее не пройдете, то есть опять же вопрос, а зачем диск тогда, а диск только для того, чтобы он не был привязан к аккаунту, и чтобы вы его могли перепродать, или использовать на других аккаунтах, то есть понимаете, да, и вот именно, может быть, даже из-за этого, вот эта вся тенденция физических носителей, и на современных консолях, может быть, даже вот эта тенденция, и подталкивает меня все больше, в последнее время, в цифру, и я вообще без озрения совести, покупаю цифру, потому что я знаю, куда это все идет, понимаете, так что пусть я лучше уж куплю сразу игру в цифре, полностью всю уже запатченную, чем покупать диск, что я, конечно, сделал, я вам повторюсь в очередной раз, диск есть, я его куплю 100%, но зачем покупать диск, если он будет патчиться, 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 и на нем не вся игра, понимаете, вот этот вот сам факт имения физического носителя, или игры на физическом носителе, он просто умер как факт, повторюсь в очередной раз на этом видео, и больше, надеюсь, больше никогда не буду повторяться, ребята, это не поколение PlayStation 2, и не поколение Xbox Original, более-менее поколение Xbox 360 и PlayStation 3 было, но там тоже более, уже началось, знаете, вот эти вот звоночки, а что касается PlayStation 4, 5 поколений, Xbox One, One X, Series X, то вы прекрасно понимаете, там уже диски вообще абсолютно не то, что было раньше, так что как-то так, вот такая вот философия на меня нападает, когда я вижу вот эти игры, вот это все, ну вы понимаете, ребятки, опять же, нифига не советую, вы прекрасно, я уверен, знакомы с этой игрой, потому что, как я здесь посмотрю, здесь 50 друзей моих уже играли в эту игру, 10 друзей только хотят ее заиметь себе, ну, то есть она очень-очень такая знаменитая, можно сказать, AAA блокбастер, был на то время, на 2019 год, и она всем нравилась, ну, пусть, пусть лежит за 5 евро, ребят, 5 евро, и вот это, народ, это самая дорогая игра, которую я сегодня беру, вот этом закупе, игр на стиме, и это самая-самая, ожидаемая мной игра, которую я хотел на физическом носителе, стим, ты сегодня заведешься, завелся, наконец-то, я не знаю, что все нормально работает, но вот когда трейлер хочешь посмотреть, ничего не открывается, или страницу игры, ребята, вот это вот чудо, не побоюсь такого слова, это AA проект, то есть это не инди, то есть это инди, но немножко выше, чем инди, но немножко не дотягиваю до AA проекта, то есть это между, что-то между, между, between, как говорится, инди проекта и AAA проекта, офигенный Souls-like, где мы играем за прикольную деваху, я ее хотел покупать в цифре, потому что она только была анонсирована в цифре, на PlayStation 5 Series X, но потом в Америке ни с того ни с сего, вышел диск для PlayStation, PlayStation 5, прикиньте, я его, конечно же, взял, и по-моему, по-моему для бокса, о, прикиньте, вот это да, я про консоли стал забывать, слушайте, а он выходил на диски, да, конечно, я заказал как для PlayStation, так и для бокса, правильно, и потом, через некоторое время, вышел уже нормальный релиз, для обыкновенных, так сказать, нормальных смертных, который, секундочку, да, вышел нормальный релиз, который вышел в Европе, стоил 30 евро, и можно было купить как стандартное издание, так и лимитированное издание, то есть, Астергус, ребята, это единственная игра из всего вот этого, которую я вам немножко могу посоветовать, потому что здесь, я даже не знаю, здесь опупенная атмосфера, здесь классная боевка, здесь не очень она сложная, или наоборот, не очень легкая, прикольная главная героиня, прикольные красивые боссы, но опять же, все выглядит и идет классно на консолях, но присутствует небольшая такая, опять же, я не знаю просто другого слова, потому что, может быть, некоторых триггерует, когда я говорю мыло, но, ребята, так уж пошло называть низкое разрешение мылом, так что небольшое мыльце на консолях присутствует, что на сервис их, что на PlayStation 5, и вот здесь я жду от игры нативного 4К, на консолях 60 FPS уже было, здесь я жду факинг нативного 4К, и вот в это во все, вы прикиньте, поиграть в таком качестве, ну я не знаю, ну это, ну это здорово, смотрите, ну вот, вот вам и такие, я даже не знаю, попрыгушки, как в Uncharted, как в Prince of Persia, вот вам боевка, как в Souls Like, и в каком-нибудь, вот вам офигенные места, как в каком-нибудь Ico или Shadow of the Colossus, вы посмотрите, какие здесь прикольные, я не знаю, то есть это я себе так рисую картину, я поиграл только первый уровень, дошел до первого босса, и все, я не, как вам сказать, я почему-то думаю, что может быть игра в каком-то моменте скатится до вообще невозможности, будет неинтересно, будет может быть бэктрекинг, может быть как-то еще что-то, но то, что я до этого момента видел, я видел только позитивные эмоции, и позитивные вообще вот эти вот картинки, и трейлеры, так что вы сами можете составить себе оценку об этой игре, я бы вам порекомендовал просто ознакомиться с таким, потому что такое выходит не часто, ребята, ну класс, 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 из-за одной главной героини здесь уже можно брать только игру, Потому что сейчас, на данный момент, таких главных героинь мы уже давно не видели И, скорее всего, не увидим никогда И вот я сейчас подумал, что надо было, скорее всего, скрины вот так показывать Потому что здесь они намного больше разрешением, чем вот здесь Вот прикольно Steam делает Я думал, он скалирует как-то эти скрины Мне кажется, что здесь скрин, то и здесь Но нет, здесь намного они четче То есть, окей, буду знать на будущее И да, эта игрука сейчас идет с 50% скидкой Почему-то уверен, что через пару месяцев ее будут давать уже за 10 А потом и вовсе за 5 евро Но я, вы знаете, такой человек, я не люблю ждать Так что возьму за 17 евро Она будет уже у меня в коллекции И я не буду просто туда уже на нее смотреть Обязательно, обязательно в планах Вот из всего вот этого, я вам повторюсь Я все вот это уже проходил по многу раз Ну, минимум по одному разу Но вот Астеркус, я ознакомился с этой игрой на консолях И очень хочу все-таки ее пройти Потому что такое мне нравится Никакого открытого мира, ничего Класс Следующее, это страшный и ужасный Dead Space Да, как вы знаете, мне Dead Space нравится Я хочу в него постоянно играть Если бы у меня было много-много свободного времени Я бы только и дел, что переигрывал бы Dead Space Первый, второй ремейк Первый, второй ремейк Третью часть Первый, второй ремейк И снова бы третью часть И первая часть, это сногсшибательная, как вы знаете, штука Вторая часть, также офигенная В некоторых местах вообще игроки говорят, что она лучше Но я, по моему мнению, Глент Сколфилд Он принимал участие только в первой части Потом все Вторая часть и третья делалось только с его, так сказать Он был в роли какого-то, да я даже не знаю Какого-то человека, у которого спрашивали А вот так вот правильно будет или нет Я даже не знаю, как это по-русски называется То есть его спрашивали Как он называется? Рекомендовщик или как? Ну вы понимаете Советчик, во, в роли советчика был А вот первая часть 2008 года, это имена вот детища Глент Сколфилда И вот первая часть мне все равно нравится больше, чем вторая Но вторая также держит планку А вот третья часть, это просто, ребята, тупость полная В игре я был и микро-транзакции на то время И непонятный просто вот этот робот, который вы его должны постоянно Где он пищит, должны его как-то на пол ставить Он там бегает где-то, собирает какие-то ништяки Какой-то став, потом он вам его приносит Потом ты можешь из автоматов делать вообще какую-то непонятную чушь На верстаке, я думаю, зачем эта все Игра была просто шедевральна и перфектна в том виде, в котором она была Но нет, сюда какие-то механики непонятные внедрили Потом еще кооператив И ты думаешь, да что это такое И все, четвертой части не было Потому что третья часть распродала себя очень-очень-очень плохим тиражом И это единственная часть Dead Space, которая прошел только один раз в жизни И мне, скажу честно, даже вот как-то и как-то неохота играть на второй раз А на второй раз даже если играть, то я бы хотел это сделать в кооперативе Потому что очень много мест в этой игре, где ты тупо не можешь пройти Вы можете себе представить? Ты идешь-идешь-идешь куда-нибудь, но ты не можешь пройти Потому что дверь закрыта и на двери тупо надпись А сюда ты можешь пройти только с кооперативным игроком И ты думаешь, ну как так? То есть, ну камон, это Dead Space Это всегда был сингл-плеер экспириенс Нет, дяденька, я думал, ты сейчас там будешь геймплей показывать А на твою физиономию я не хочу смотреть Я бы с таким же удобством мог бы и мою физиономию вставить Но для чего я это не делаю? Да чтобы не отвлекать народ вот от вот этого вот всего Вот от вот этой красотенечки От игр, собственно Я презентирую в моих видео не меня такого красивого, да? А игры, игры стоят на первом плане у меня И вот, ребята, третья часть, ну я даже и не знаю И опять же, вся трилогия, первая, вторая, третья Идет, конечно же, с дисков Xbox 360 по обратной совместимости На консоли Xbox Series X На PlayStation такого, к сожалению, нету И, что самое интересное Вторая и третья часть получили FPS boost И на Series X идут в отличных, как по маслу Просто стабильных 60 кадров Но 720 FPS И вот, что я жду от ПК-версии Это, конечно же, 60 FPS само себе разумеющиеся Но чего я жду? Это, конечно же, 4К Картинки, ребята, нативного 4К И я думаю, мне эта версия игры ПК сможет предоставить Самое интересное, что первую часть я еще хочу купить 2008 года Она еще очень дорого стоит Ремейк мы вместе с вами купили Вторую часть я также купил И интересно, что вторая часть не пошла Потому что у меня более... Процессор с более чем 10 ядер Мне удалось ее запустить То есть там ничего сложного Я просто написал там или переписал две строчки в инифайле И оно пошло Но пошло с артефактами Это единственная игра у меня в моем списке На данный момент, которую я тестил игры Которая идет с артефактами На самом айзеке присутствует какая-то непонятная тень Которая никуда не уходит И это связано, судя по всему, из-за того, что игра идет не так, как надо То есть она не адаптирована для процессоров У которых более чем 10 ядер Вот так вот Ну, вы понимаете Так что этим самым сейчас Когда я куплю Dead Space За какие-то 4 евро, ребята Это третья часть, да, как вы знаете Мне будет не хватать только первой части То есть той самой первой части с 2008 года Так, вторая есть Третью я взял Ремейк тоже взял И плюс Калиста Протокол Это для меня тоже такой псевдо-Dead Space Тоже есть в коллекции Так что когда я возьму сейчас Dead Space 3 Мне будет, повторюсь, не хватать только одной первой части И да, интересно 30 игроков или 30 друзей уже поиграли в эту игру И 14 хотят себе эту игру Мне интересно А мне почему-то казалось, что в эту третью часть уже реально все, кому не лень бы поиграли Потому что ее раздавали в PS Plus бесплатно Ее раздавали в Xbox Live бесплатно Она идет в подписке AA Она есть в геймпассе Она есть кругом-кругом-кругом И я почему-то думал, что все, кому не лень, уже в нее поиграли Нет, но есть люди, вот, например, из моего списка друзей Он у меня уже обширный Опять же на этом месте Народ большой, всем спасибо Кто хочет ко мне в друзья Приходите, я приму всех То есть для меня это несложно Нажать на кнопку принять Я никому не обещаю, что мы когда-нибудь с вами во что-то поиграем, ребята Но, друзья, пожалуйста, без проблем Так что, как-то, ребятки, так Как-то так Dead Space 3 пусть будет у меня в коллекции за какие-то 4 евро И последняя игра Последняя игруха Это прикольная такая тема Опять же, смотрите Это Survival Horror Bundle Это как бы бандл, состоящий из трех игр Но прикол Так как у меня уже Tormented Souls купленный, как вы помните Так как у меня Зомков Хоррор уже куплено Мне хотелось еще Damn and Us И мне вот этот Damn and Us из этого бандла дают за Вы посмотрите, за 9, нет Где это? Вот за 9 9.50, да, по-моему? Да-да-да, 9.50 То есть вполне нормально Вот эта игрушенция То есть что касается Tormented Souls Вы знаете Я не знаю, почему они в одном бандле То есть это ни в коем случае не один разработчик Это, по-моему, один публишер То есть один издатель Но что касается Tormented Souls Он есть, как вы знаете Как на PlayStation 4, так и на PlayStation 5 Так на Xbox One, так и на Xbox Series X Что касается Зомков Хоррор Есть как на PlayStation 4, так и на Xbox One Идет, конечно же, по обратной совместимости На PlayStation 5 и Series X Что касается Damn and Us Это только ПК-эксклюзив К сожалению, мы не можем на наших консольках Поиграть в эту замечательную игру Ребята, на наших мыловарнях Это я сейчас, ребята, специально сказал Чтоб триггернуть опять нескольких людей Ну, вы понимаете, без этого никуда Мне просто, ну, вот такой вот я плохиш То есть, к сожалению, на наших консольках Не поиграть в эту замечательную игру Я видел прохождение от моего хорошего друга Илюха, на этом месте тебе большой привет Если ты вообще каким-то образом смотришь Диман, все Вам огромнейший привет Я смотрел у них в записи прохождение И, вы знаете, мне понравилось То есть, я не могу сказать, что игра Вау, тема какая-то Но вот это именно то, что мне нравится И я вот не знаю, как вам это показать Как, вот сюда, да, зайти Ну-ка Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Вот, народ, вот он Them and Us Не путайте The The Last of Us Нет-нет, это здесь немножко по-другому И, ребята, да, вы видите Это классический survival-хоррор от третьего лица Где мы, да, в принципе, выживаем В стиле, я даже не знаю, вот что это Это Resident Evil, да, но это тупо Resident Evil Локации напоминают чем-то Alone in the Dark, The New Nightmare Плюс немножко Tourmented Souls Потому что мы играем за деваху, за нормальную деваху То есть, вы понимаете Я не знаю, прям Очень охота Здесь вообще, блин, секунду Секунду, подождите, я вместе с вами Сейчас впервые смотрю этот трейлер Ребята Вы знаете, на что Эта комната похожа? Блин, это не похоже Это и есть та комната, ребята Это комната с игры Haunting Ground Мне сразу, только вот эти часы Должны вот здесь вот где-то стоять, по-моему Тут даже портрет, вот здесь должна Койка стоять, где должна Девчонка Фиона переодеваться Ребята, ну Haunting Ground, помните? Помните Haunting Ground? Ребята, подождите секундочку Я, нет, я не смогу вам сейчас показать Или смогу, нет, не смогу Ах, ладно, потом Потому что у меня там бардак на десктопе Не хочу вам показывать Я бы хотел вам показать Haunting Ground Ребята Обязательно будет когда-нибудь Видос с PlayStation 2 эмулятором И Haunting Ground мы обязательно с вами посмотрим Но это прикольно То есть разработчики Это инди-игра И они могут себе все позволить Как вы знаете У инди-разработчиков Не связаны руки Им не надо под кого-то подстраиваться Им не надо Каждую неделю делать какие-то отчеты О, дяденька паблишер Дяденька издатель Спасибо вам за ваши деньги Мы сделали то и то, как вы сказали Да, у нас вот она главная героиня Ей 78 лет У нее нет зубов Она очень страшная И вот она ходит и всех убивает Мы сделали все, как вы хотели Нет Они делают все, как им надо И вот они просто захотели И как дань уважения Сделали сюда комнату С The Haunting Ground А Haunting Ground я проходил В PlayStation 2 времени Я вообще один раз ее проходил Но это было прохождение затянутое Я не знаю Вечностью я ее проходил Часов, наверное, 80 Потому что она мне казалась В то время очень сложная Там очень было много Механик непонятных Много каких-то этих Но в итоге я прошел игру И она мне очень сильно понравилась И вот эту прям комнату я узнал сразу Ребятам, мне вдвойне Вдвойне реально стало интереснее Теперь в эту игруху поиграть И в принципе Все, что я вижу, мне понравилось И повторюсь Я видел летсплей И прям прикольно Смотрите, здесь даже First Person Есть опция То есть я не скажу Что я буду так играть Но здесь Мне почему-то Не знаю Мне почему-то Вольфенштейн напоминает Не знаю почему То есть Вау-вау-вау-вау Думал здесь написано GameCube Я бы упал Нет, здесь написано Только Steam Бла-бла-бла-бла И вот эта игруха Я не знаю почему Но, к сожалению Она только На ПК Почему ее не портанули Почему ее не портанули На консоли Я уверен Спрос был бы Я бы первый Из тех Кто ее бы себе купил Ну реально Фак Офигенная тема Вы знаете Я люблю Инди Хоррор игры Так что Вот эту игруху За 9.51 евро И ребята Да Мы сегодня с вами Посмотрели И ознакомились С 24 играми Опять же Не забывайте Тот факт Что все Нет, не все Я ни в коем случае Не обещаю про все Но мало ли Некоторые из них А может быть даже И многие из них Конечно же Появятся в каких-нибудь Видосах Где я вам буду Их показывать Опять же Пачками Как у меня было Видео про 40 игр Опять же Сделаю что-нибудь Подобное И ознакомлюсь сам И ознакомлю вас С этими играми В наилучшем качестве 4К 60 фпс Вот это все И да Еще раз хочу Оцентрировать вон Ваше внимание на том Что вы посмотрите Каждую из этих игр Я брал По скидке Смотрите 20 евро 20 15 12 20 Здесь вообще 57 14 25 Прикиньте Хейзл 25 Нифига себе Нифига себе Обалдеть Так что Обязательно Давайте берем Вот эти игрушки И теперь да Большое спасибо Всем тем Кто мне написал Почему я не могу Как подарок купить Потому что Мне здесь Вот Вот Мне сразу Вот Вот Здесь как говорится На русском По русски Белым По черному Написано Вот этот Вот Ваша закупка Бандл Вот этот Содержит Игры Которые Только специально Для вашего аккаунта Подэтываны Если вы Не хотите То вам нужно Вот эту игру Убрать И я все Вот это Вот могу Кому нибудь В подарок Купить Но это Конечно же Чересчур Ну Хороший Подарок Был бы Здесь Кстати Опять же Хочу сказать Просто Огромное Спасибо Просто Преогромное Преогромное Спасибо Товарищу Под именем Николай Николай Дружище Ты прекрасно Знаешь Кого я имею Ввиду И тебе Огромное Огромное Просто Спасибище Сколько ты мне Игр надарил И сколько ты мне Опять игр подарил Это я не знаю Там уже У меня реально У меня на стиме 200 игр И мне кажется Половину Мне Николай Подарил Вот честно Я не знаю Где он их берет Без понятия Но Как говорится Дареному коню И все такое Я не спрашиваю Я просто говорю Спасибо И Хвала Реально Низкий поклон Николай Тебе За твои Подарки Но ты прекращай Все Хватит Хватит Хорошего Понемногу А то я могу Привыкнуть А потом буду сидеть Николай А где подарки Николай Ну это шутка Конечно Так что Ребятки Покупаю И так Все игры Куплены И мне опять Дали Какие-то 15 тысяч Пунктов И опять же Да Большое спасибо Всем тем Кто написал Что это вообще Такое Мне написали Знающие люди Что Эти пункты Можно поменять На приколюхи Для аккаунта Для профиля Точнее сказать Чтобы сделать Какую-то Витрину Показать Любимышие Игры Можно показывать 5 Потом 6 Потом 10 Любимых игр Потом вообще По-моему 10 или 15 Плюс Много друзей Еще можно Там вот это Все То есть Прокачка Аккаунта Профиля Я как-нибудь Этим займусь Но пока Я не знаю Я некоторые Пункты уже Куда-то там Применил Но честно Если сказать вам Я не могу сказать Куда я их применил То есть куда-то Там что-то купил Для себя Для аккаунта Нужно оно мне Не нужно То есть Вот с этими Всеми приколюхами Я еще толком Не разобрался Потому что для меня Это все Ну чересчур Много информации В один момент На меня Вот это вот Все Знаете Как говорится Меня Как под большим Большой-большой Лавиной Такой погребло Реально Я сижу Я не могу понять Куда Что Может быть Со временем Я пойму Для чего это все нужно Намного лучше И потом скажу вам О парни Я сегодня за 15 тысяч Для аккаунта Купил тута-туда Приколюху И вы скажете Да ну ты что Вау Круто Но сейчас пока нет Так что ребятки Мы с вами купили Сегодня очень-очень Много игр И давайте На них сейчас И посмотрим Но прежде чем Мы на них посмотрим Давайте еще посмотрим Что я хочу прикупить И жду Жду Когда будет по скидке Ребята А по скидке Оно будет 100% Потому что Стим это такая штука Блин я не знаю Вот эти игры Мне еще нужны Operation Flashpoint Она и так за 10 евро Можно взять Но ребята Стим меня разбаловал Ой как сильно разбаловал Я уверен Что ее можно будет Купить уже за 5 Dead Space конечно Первая часть Как же без нее Я не знаю Пойдет она у меня На моем компьютере Или нет Но я все равно Хочу ее испробовать И что-то после всех Бэтменов Я захотел Бэтмен Arkham City Конечно же Dragon's Dogma Хоть у нас и есть И версии для 360 бокса PlayStation 3 Потом вышла еще Обновленная версия Для One Для PlayStation 4 Сейчас скоро выходит Вторая часть Как говорится И вот что-то я захотел Знаете Dragon's Dogma Себе в коллекцию The Evil Within Конечно же Обязательно хочу Себе Прикупить И кстати интересно Я где-то встречался По-моему ее переводят Как зло внутри Но как мне кажется The Evil Within Это ни в коем случае Не зло внутри Потому что Within Это мне кажется В данном случае Используется Как знаете Например Я это сделаю В течение 10 минут Например Вы говорите Я это сделаю Within 5 минут Например И вот здесь Мне кажется Within Это не как Внутри Используется А как Используется Как На протяжении То есть Зло на протяжении 2 Это чисто Мое Субъективное мнение Но мне кажется Зло внутри Это неправильный В корне перевод Потому что Везде Где я вижу На ютубе Прохождение Везде написано Зло внутри Мне кажется Это неправильно Большое Большая просьба Всем людям Кто реально Реально Шарит В английском языке И вы Нативный спикер Например Вы реально Шарите В английском языке Как я например Шарю в немецком И я вам запросто Могу сказать Что на немецком Что обозначает Если вот вы Живете в Америке Или тупо знаете Английский язык До перфекционизма Скажите Скажите пожалуйста Меня это реально Интересует Как переводится The evil within Потому что Зло внутри Но это не ослышится Я не знаю Мне кажется Within Это не внутри Здесь А может быть Не знаю Короче Что-то мне Или Или Within По другому Пишется Вот видите Вот именно Вот эта проблема Когда язык Чужой Не на 100% Знаешь Ты не понимаешь Что да как Если люди говорят Зло внутри Значит блин Оно наверное Зло внутри Называется Ну короче Не знаю Где ты сидел Очень много Долго здесь Времени И пытался понять Как же оно По нормальному Переводится Так что Большая просьба Всем тем Кто шарит В английском языке Ребята Скажите Как оно переводится Конечно же Dreaddow 2 Хочу Evil West Это просто тема Которая обязана У меня быть На компьютере Она у меня есть На компьютере На плейстейшен Она у меня есть На иксбоксе На дисках И хочу еще взять Здесь Ну 50 евро Это много Blair Witch Это одна из прикольнейших Сурвайвл хорроров Обязательно Также хочу А Plague Tale Requiem Конечно же Daymare 94 Crysis Первый ремастер Project Zero Кена Ребята Я вообще Даже в ус не дул Что Кена Есть на компьютере Вы только вдумайтесь Как она офигенно Выглядит На плейстейшен 5 А Я не могу Представить Как она выглядит На компьютере На 4090 Тут же вообще Мама не горюй То есть Это именно Тот прикол Когда эксклюзивные Игры От Sony Будут Идти И выглядят Гораздо круче Чем на самой Консоли Для которой Эти игры Были сделаны Вы понимаете Здесь и God of War Сейчас первая часть 2018 года Продается по скидке Но я не хочу ее Не знаю Может когда-нибудь Тут также Days Gone Продается за какие-то 12 евро Что-то вот Я не хочу Вот эти открытые миры Или что касается God of War Я его прошел Практически на платину На Playstation 4 Неохота в него возвращаться А Рагнарек Тем более Не знаю И вот Under the Waves Обалденная тема Тоже это Можно так сказать Новая игруха Тоже жду Когда будет по скидочке Resident Evil 4 Это само себе разумеющееся Crysis второй, третий И что самое интересное Вот эти жуки Не сделали Crysis В трилогию Да Но вы сделаете Crysis в трилогию Нет Они продают каждую Из этих частей За 30 евро То есть чтобы купить На данный момент Crysis вам нужно 90 евро Вот сотню просто отдать Прикиньте Да вы что курили Project Zero И конечно же Ребята То есть не Жеребята А Жеребята Как вы знаете 14 числа То есть на следующей Неделе В среду Выходит Просто Ошеломляющая тема Которая меня интересует Это Tomb Raider Первая Третья часть В ремастере Я конечно же Ознакомлюсь с этой игрой Но у меня не будет Времени на неделю Я с ней ознакомлюсь Только где-то Вот может быть Суббота Воскресенье Я Хочу сделать Большое видео Которое будет идти Ну минимум Три часа Где я ознакомлюсь И с первой И со второй И с третьей частью Сделаем Посмотрим на игры По красоте Как это принято Говорит в интернете Опять же Посмотрим как оно идет Все вот это вот То есть Все ознакомимся С игрой как надо И потом Если она мне реально понравится Ребята А здесь спойлер Я уверен Она мне понравится Потому что речь идет О классических Tomb Raider Которые Я много раз вам говорил Что вот выйдут Классические Tomb Raider В ремастере Мне даже ремейк не надо В ремастере То все Игровая индустрия Может просто себя хоронить Все Мне больше ничего не надо Мои потребности Как говорится Все На 100% Выполнены Единственное Да Здесь не хватает В этом сборнике Четвертой и пятой части Но ребята Или они Придут А может быть И вообще не придут Но как говорится Лучше так Чем вообще никак Как я всегда это говорю Так что Обязательно Познакомимся С Ларой Крофт На консоли Серии Ас Икс И потом Я конечно же Куплю еще игру И на Стиме И потом Я конечно же Куплю еще в цифре Игру Трилогию На Плейстейшн 5 Почему в цифре Да потому что диска Аспайр не То есть не анонсировала Она сказала Аспайр это Как вы знаете Студия Не разработчика Кто занимается Вот этим вот всем Ремастером Они сказали Что физического издания Они не планируют А если они не планируют То в принципе Это то же самое Не планируем Как нам сказал Ремеди С Эллен Вейк 2 Это то же самое Не планируем Как Да вы понимаете Все Не все А большинство игр Уже сейчас Не большинство А большинство Больших игр Выходит уже Только на Или в цифре И вот Приходится покупать Только в цифре Так что обязательно Ознакомимся Повторюсь ребятки Рано или поздно Да никого не рано или поздно Вот я надеюсь В планах на следующей неделе Вот 17-18 Ну где-то может быть Недели через две Тогда только видео появится Потому что вы не забывайте Мне нужно все прорендерить Поотрезать там Кое-чего Вот это все Что не нужно Ну вы понимаете Да Так что ребята Вы видите Я не хочу заканчивать видео Почему-то Потому что я только что с работы Сейчас пятница И я весь такой прям Опять с этими Егорками Блин Мне все прям понравилось И мне охота с вами сидеть И разговаривать на эту тему Но нужно прекращать Но прежде чем мы прекратим Давайте посмотрим А что же я прикупил-то А? И ребята Батла третья Хоть из PlayStation 3 Но Или Xbox 360 Но хороший кавер Кстати Во На этом месте Большая просьба Ребята Где можно скачивать каверы В нормальном разрешении Для Steam Или какое разрешение У них вот это вот Потому что я здесь могу Поменять кавер Если я нажму вот сюда Вот И где-то здесь вот Да Вот здесь вот Можно мне поставить Artwork И он меня выкидывает На рабочий стол Чтоб я искал Файл Вот этого Картинки Вы не знаете Какое разрешение Для этой картинки Надо Чтоб оно вот так же Красиво выглядело А не вот так вот Как GeForce Видите Если вы знаете Я буду вам благодарен Если вы мне дадите Эти размеры Я себе понакачаю Вот этих Как они называются Блин Как они народ Арты Потому что вот это Мне не нравится Так вот дальше Bayonetta Black Mesa Cineris Somnia Офигенное название Я не знаю Но у меня что-то Что-то мне охота Посмотреть Что это за игруха Control Ultimate Edition Dead Space 3 Dirt 2 GeForce Grid Legend Дальше Hazel Sky Lost in Random Mass Effect Andromeda Murdered Soul Suspect Need for Speed Payback Sea of Solitude Конечно же Sphinx And the Cursed Mummy Jedi Fallen Order Them and Us Titanfall 2 The Witcher То есть Третий Ведьмак И Zombie Girl И в принципе все И да Вот на этом месте Опять же Николай Тебе Большущее спасибо За Freedom Fighter За Deus Ex И за Индиану Джонс Ты просто вообще Я не знаю Сколько ты мне Игр уже переподарил Переп Переподарил Или понадарил Вот так правильно сказать Ребята То есть Смотрим Сколько 203 игры Я еще не весь Steam Скупил Так что Судя по всему Это не последнее видео Я не знаю Ребята Все зависит От Steam Как только он Игры которые мне нужны Опять даст По скидке Я обязательно сделаю Такой видос И мы с вами опять Обо всем об этом поговорим Ребята На этой того уж Непонятной ноте Разрешите откланяться Всем всем благ Большое спасибо Что смотрите Комментируете Даете мне какие-то Правильные Может быть даже И неправильные Советы Я вижу что Мне Ни одному Нравится Смотреть Вот на эти Игрушки И разговаривать На эту тему И опять же Не забывайте Что опять же Скоро Я не знаю Когда Но будет Видео С Следующими 40 играми Где я просто По 10 минут Опять же Показываю вам Какие-то игрушки И мы с вами поговорим Поиграем в них В 4К 60 фпс Мне это делает Ужасный фан Опять же Я даже не знаю Возвращаться в эти Игры Хотел сказать Забытые Но с моей точки зрения Или Ну вы понимаете По моему Мнению Это нифига Не забытые Игры Я про эти Игры знаю И помню Я их Люблю Лелею И все Такое И вот Мне очень интересно Вместе с вами Опять в эти Игры Вернуться Но только В таком Офигенном Качестве Это я говорю Конечно же О 4К И 60 фпс Ребята Обязательно Все будет Только нужно Время 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 Это единственный Такой вот Ресурс Который я много Много Раз уже На моих Видосах Говорю Что мы можем Покупать Все Мы можем Покупать Компьютеры Мы можем Покупать Консоли Мы можем Покупать Игры Мы можем Покупать Игры На дисках Можем Покупать Игры В цифре Но единственное Что мы не можем Купить Это свободное Время И вот Если б Можно было бы Этот ресурс Покупать Блин Как это было бы Круто Ребята Прикиньте Да Вот сегодня В пятницу Взял себе За 130 евро Там какие-нибудь 2 недели Свободного И все И сиди И играй В игры Но нет Время Это такой ресурс Что блин 90% реально проводишь На работе 5% проводишь Дома И остальные 5% только у тебя Выходят на игры И вот именно К чему я это опять Здесь такое небольшое Оутро Делаю Для того Что люди Мне многие пишут Зачем ты столько Покупаешь Повторюсь Ребята Ты это все равно Не пройдешь Или не поиграешь И я говорю Ребята Я бы с удовольствием Но нет Время И лучше пусть я буду Это иметь Чем не иметь Как бы это сейчас Смешно не звучало И вот на этой Тноуте уже Действительно Хватит тут разглагольствовать Ребята Всем всех благ Чао Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!